Обязательно скажите, что вы услышали об этом магазине в программе «На камне». Ну и, конечно же, от тещи поздравления с днем рождения. Это святое Евгений Рубан от любимой тещи с днем рождения. Ну и всех имененников поздравляю, если вы не дозвонились или никто не позвонил, вас не поздравил. Будьте счастливы. Это твой день. Напомните, телефон прямо в эфир, если вдруг вы хотите все-таки позвонить, кого-то поздравить. 5-0-3-2-3-8-9-0-0-0. От улыбок светло вокруг, и веселье не занимать. Словно все сговорились, друг, каждый хочет тебя обнять. Только счастьем душа полна, и неважно, что на дворе. Лето, осень, зима, весна – это твой день в календаре. Твой день рождения, он самый лучший, без сомнения. Отличней нету настроения, твой день рождения. Пусть еще год один прошел. Не печалься и не грусти, в жизни все будет хорошо. Так что просто с ума сойти. Добрых слов в этот день не счесть, Ведь вокруг все друзья твои. Хорошо, когда в жизни есть Столько радости и любви. Твой день рождения, он самый лучший, без сомнения. Отличней нету настроения, твой день рождения. Твой день рождения, остались в прошлом сожаленья. Отличней нету настроения, твой день рождения. Твой день рождения, он самый лучший, без сомнения. Отличней нету настроения, твой день рождения. Как может быть плохое настроение в день рождения, а? Ну, если только, может быть, подарки не понравятся, тогда, тогда может быть. Ну, а день рождения приходит и уходит, жизнь продолжается. 9.45, программа «На камне» и Марина Баранова «Солнце правды». Я напомню, друзья, что сегодня понедельник, и сегодня выйдет в эфир программа «Комаров шоу», и гость будет, замечательный гость, пастор из Славянска Петр Дудник. Не пропустите и готовьте свои вопросы. «Комаров шоу», и гость будет, замечательный гость, пастор из Славянска Петр Дудник. «Комаров шоу» и гость будет, пастор из Славянска Петр Дудник. А ты, ты, мой дом навеки укрыт в тебе. Вот Юра, а дочку Наталья. Я хотел бы им пожелать хороших друзей, Божьего благословения, чтобы Бог их хранил в жизни. И чтобы они нам приносили только счастье и радость. И, если можно, поставить песню для них хор еврейских мальчиков «Ярушалаем». «Ярушалаем»? Хорошо, конечно. Юра и Наталья, да? Да. Большое спасибо. А они слушают нас? А они в школе? Они сегодня дома. А, окей, хорошо. «Ярушалаем» найдем. Благословения вам. И пусть будут все ваши пожелания для ваших детей. Моя надежда мой перещит, Обиды мой дом навеки укрыт. Кто отлучит от любви твоей, Божий правый, всемогущий, святой? Солнце правда и светом все позарит, И моя душа молитву повторит. Ты моя надежда мой перещит, Обиды мой дом навеки укрыт. Солнце правда и светом все позарит, И моя душа молитву повторит. Ты моя надежда мой перещит, Обиды мой дом навеки укрыт. Новость, пришедшая из Тоскана. На 92-м году жизни скончался старший из Романовых князь Николай Романович. Князь Николай Романович родился во Франции. Во время Второй мировой войны итальянские фашисты предложили ему трон в Черногории, но потомок русских царей отказался и участвовал в антифашистских пропагандистских кампаниях. В конце 20-го века он возглавил объединение членов рода Романовых. Новым премьер-министром Польши стала первая женщина-спикер Сейма Эва Копа. После отставки главы правительства Дональда Туска, президент Польши Бронислав Комаровский, назначил на эту должность бывшего спикера польского парламента. Эва Копач в скором времени сформирует новый кабинет министров. Его состав будет утручен 22 сентября. А премьер-министр Австралии выполнил одно из предвыборных обещаний и переехал на неделю к аборигенам. Ранее Тони Эббард заявлял, что если он возглавит австралийский Кабмин, то будет проводить одну неделю в году среди аборигенов. Эта поездка стала для него первой после наступления в сентябре прошлого года в должность премьер-министра. Глава правительства оставил за собой право вернуться в Канберу при каких-либо экстренных событиях. Вот так вот, что значит, лучше тебе не обещать. Но раз пообещал, то исполняй вперед к аборигенам. Вот так вот. Ну, Иерушалай им ждет нас. А у нас еще кто-то в дверь стучится. Давайте послушаем, говорите. Доброе утро, Ирин. Доброе. Один Романов скончался, а у другого потомка Романова день рождения. Вчера был у Данила Романова. Можно я ему поздравить с какой-нибудь песней веселой? Ну, конечно, поздравляем. От всей души. Ну, песня вот у меня уже заказана. Хор, правда, еврейских мальчиков. Для потомка Романовых. Вы не против? Спасибо, Ири. Спасибо вам за звонок. У нас на радио живаются все. Все мы потомки одного праотца и одной праматери. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Иерусал Дима Торзок Иерусал Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Иерусал Дима Торзок 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 На допросе он сказал, что Иерусал Дима Торзок 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 В зеркальном отражении Не раз глядит лица Когда лицо теряет образ Божий Когда дитя любимое Уходит от отца Сердце плачет, кто ему поможет Не уходи, скорее вернись Не плачь, душа, а улыбнись Ты оглянись, остановись, не уходи Не уходи, скорее вернись Ты посмотри, светлеет ввысь Доверься Богу, улыбнись и навсегда К нему вернись Забудешь унижение, обиды и обман Забудешь поражение и горестный дурман И жизнь взойдет, как радуга И просветлеет даль Господь сотрет слезу сочей И удалит печаль Не уходи, скорее вернись Не плачь, душа, а улыбнись Ты оглянись, остановись Не уходи Не уходи, скорее вернись Ты посмотри, светлеет ввысь Доверься Богу, улыбнись И навсегда К нему вернись В зеркальном отражении Не разглядит лица Когда лицо теряет образ Божий Когда дитя любимое уходит от отца И сердце плачет, кто ему поможет Не уходи, скорее вернись Не плачь, душа, а улыбнись Ты оглянись, остановись Не уходи Не уходи, скорее вернись Ты посмотри, светлеет ввысь Доверься Богу, улыбнись И навсегда Не уходи, скорее вернись Не плачь, душа, а улыбнись Ты оглянись, остановись Не уходи Не уходи, скорее вернись Ты посмотри, светлеет ввысь Доверься Богу, улыбнись И навсегда К нему вернись Скорей вернись Шашлычница для ленивых Что ты сказал? Да-да, шашлычница для ленивых Шампура сами переворачиваются И жарят кусочки мяса сами Шашлычок в десять раз сочнее и мягче Никогда не подгорает А вы этим временем играете в футбол Или загораете на солнышке Звоните 503-750-96-63 503-750-96-63 Уважаемые радиослушатели Радио 7 не несет ответственности За содержание рекламных роликов И передач, которые звучат в эфире Радио 7 Десять, десять Русское радио Каждую пятницу с восьми утра Случайте информационно-музыкальную программу Бодрячок На русском радио 7 С Соломоном Слава Крюшниками проводят набор учеников На новый учебный год С близкого до восьмого класса В школу с углубленным изучением Русского и английского языков Как важно иметь всестороннее развитие Добрую атмосферу Понимание учителей И солидарность родителей Скорный автобус довезет вас от дома до школы Я люблю мою школу И советую вам окнуться в мир Знания славянской христианской академии Мы находимся в Ванкувере, Порт-Ванде и Грешино Родители звоните Каждый год на горе любви на Старке Собираются все любящие Господа И народ Израиля для встречи Рош-Хашана Нового года Приглашаем вас на праздник Труб под звуки шафаров 25 сентября вечером С наступлением Сумерек На горе любви на Старке В третьем Новый год вместе Рабочие травмы, падения и автоаварии Всегда имеют последствия Это головные боли Боли в спине и шее И их нельзя оставлять без внимания докторов Граффилл Хиропрактик клиники Профессиональные доктора Окажут своевременное и правильное лечение Обращайтесь по адресу 16248 Норд-Ист Клисон-стрит Портланд, Орегон 97230 Телефон 503-255-5522 Говорим также по-русски Не откладывайте свой визит надолго Граффилл Хиропрактик клиник 503-255-5522 Зачем ехать в Россию или Мексику для лечения зубов? Аксесс Дентал побьет любые цены Пломбы от 60 долларов Удаление от 70 долларов Коронка 480 долларов И так далее Приходите, убедитесь сами 360-852-2304 Спросите Стефана 360-852-2304 Аксесс Дентал Вы еще не знаете Что уже нас любите Радио 7 Уважаемые радиослушатели Радио 7 не несет ответственности За содержание рекламных роликов И передач, которые звучат в эфире Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро, в эфире программа Я так думаю, не переключайтесь В зеркале времени Доброе утро, в эфире программа 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 Будь всегда со мной Будь всегда со мной Будь всегда со мной Боже, жизнь мою напомни Музыкою неба Музыкою любви Боже, ты во всей вселенной Радостью нетленной Душу оживи Знаю только о вечном Боге Я найду спасенье Я найду покой Боже, ты во всей вселенной Радостью нетленной Будь всегда со мной Доброе утро, друзья Рад встречи с вами на волне русского радио 71010M В эфире программа «Я так думаю» Мы выходим в эфир каждый день с 10 утра до часу дня С понедельника по четверг Ну а сегодня у нас понедельник Понедельник 15 сентября Средина сентября месяца У нас все так же тепло и уютно А сегодня вообще будет очень тепло Синоптики нам нарисовали Вот такую вот погоду Сейчас я вас с ней ознакомлю Говорят синоптики о том Что сегодня температура прогреется До отметки в 91 градус Это будет где-то приблизительно Около 2-3 часов дня Ну и после 5 уже будет спадать температура Так что, друзья, попрощаемся еще Будем прощаться с летом Вот такими последними хорошими теплыми днями Хотя на этой неделе Всю неделю будет тепло В пределах 80 градусов Вот правда в четверг и в пятницу Нет, в четверг 75 градусов Это будет самая прохладная погода Ну не сказать, что это прохладно И это будет просто свежо, тепло Вот не холодно 75 градусов И возможно, вот есть большая вероятность Что будет небольшой дождик в четверг Ну а в пятницу снова поднимется температура Приблизительно 80 градусов В субботу 88 снова Вот видите, как только приходят к нам выходные Так сразу же и у нас и погода хорошая такая, теплая Вот вчера было тоже здорово Я думаю, что вы пользовались вчера и позавчера Хорошей погодой Вот я пришел в студию и радуюсь У нас здесь новый компьютер Вот по-новому как-то все выглядит Вот и камера снимает нас по-новому Правда нужно ее немножко так вот поправить Вот так вот Единственное, друзья, что я очень недоволен Снова кто-то взял мои наушники и поломал их Представляете, вот мои наушники Я всегда их забираю со студии Прячу их в офисе И кто-то находится у нас самый такой умный Находит мои наушники, пользуется И вот каждый раз думаю Ну хватило бы ума положить обратно вот так Как лежали бы, чтобы и незаметно было бы Вот я бы и не нервничал Но надо же взять их, использовать А потом положить как-нибудь Да еще и поломанными оставить Вот так, аж обидно, друзья Не знаю, может камеру мне поставить И просмотреть, проглядеть Кто это в субботу или воскресенье Пользуется моими наушниками И ломает их каждый раз Ну не будем расстраиваться Понедельник день тяжелый Но только не для нас С русским радио 7 Пройдем все невзгоды и все трудности Правда, друзья? Рад вас сегодня веселить И развлекать У нас на русском радио 7 Это Евгений Волосеевич Не помню, говорил я вам или нет Ну это для тех, повторяясь Кто, возможно, первый раз Включился у нас на волне Вот на частоте 10.10 АМ Я вам напоминаю Что вы можете слушать нас Не только на частоте 10.10 АМ Но и также за пределами ее Вот если вы выезжаете где-то вот за Орегон Вот подальше от нас И уже волна не достает Вы можете переключаться в интернет Или же звоните по телефону 401-347-0016 401-347-0016 И можете продолжать нас слушать в прямом эфире И также напоминаю Заходите к нам на сайт RussianRadio7.com Там вот каждый день что-то изменяется Если вы пропустили полюбившуюся вами программу какую-то Заходите к нам в архив Архив Вот кнопочка архив Туда щелкаете Вас в определенную такую комнатку заводит И там есть календарик Вы выбираете день, который вас интересует Тот день делится на часы По одному часу эфира Вот и вы выбираете то время В которое проходила ваша программа Или программа, которую вы хотите прослушать Вот и вы даже ее можете скачать Вот вы кликаете на это время И запись пошла Вот так Все очень просто Все для вас Здравствуйте Вы в прямом эфире Мы вас слушаем Евгений, доброе утро Доброе утро Как вас зовут? Александр или Саша Очень приятно, Александр Я звоню Иссалому У меня никаких проблем Ничего Единственная просьба В пятницу Как будто бы сдвинули дайл на радио для телефона И в телефоне такое немножко как искажение Как будто бы стрелочка не дошла вот до нужной частоты Если там можно как-то что-то исправить Я не понял, это не совсем чисто слышно, да, или как? Да, да Ну не то что чисто, вот искажение звука Утром вообще было то тихо, то громко Это если слушать по телефону, да? Да, я думаю, можно Да, я думаю, можно Я думаю, это связано с тем, что пускают стриминг не очень чистый Вот, поэтому я думаю, что мы это сделаем Знаете, что я вам посоветую, вот, друзья? Запишите телефончик офиса Вы можете даже запомнить Вот, очень просто 503-501-503-1 Вот, очень просто, да? И вы оставьте это сообщение И у нас технари разберутся Я думаю, что там нужно просто повысить качество звука Которое будет идти вот в лайв на телефон Я это уже не раз слышал Спасибо вам за то, что вы позвонили Мне тоже спасибо Прекрасная передача Пусть Бог тебя благословит Спасибо, взаимно Ну, а вам хорошего и легкого дня Вот, друзья Хорошо, перед тем, как я подключусь к Киеву У нас сегодня на связи будет несколько человек Прямое включение с Украиной Мы поговорим о том, что там сегодня происходит И также я вас ознакомлю с последними днями в Украине Вот, на прошлой неделе, пятница, суббота, воскресенье Но перед этим хочется как-то вот разбавить мой монолог с вами Хорошей, вот, песней Манины Сорумна, Олег Майовский Манины Сорумна, оставайтесь с нами, не переключайтесь Мені не соромно, що Україна – це моя земля Я не соромлюсь мови соломжіної Я не гордий та горджусь своєю країною Мені не соромно, що Україна – це моя земля Я не соромлюсь мови соломжіної Я не гордий та горджусь своєю країною Мені не соромлюсь мови соломжіною Мені не соромно за Бога Мені не соромно, що Бог мій то Ісус Мені не соромно, що до Ісуса я молюсь Я не соромлюсь вірити Ісусу Я не гордий та Богом своїм я горджусь Нам Україну сотворив Господь Цю мову теж Господь нам сотворив Мені не соромно за Бога Бог Україні дав свою дорогу Та соромно мені за тих сліпих людей Що край чужий князів чужих вітають А свою землю людстві зневажають О Боже, милий очі їм відкрив Та соромно мені за тих сліпих людей Що край чужий князів чужих вітають На свою землю людстві зневажають О Боже, милий очі їм відкрив У вас неприятности? Ви пострадали в автокатастрофі Или у вас була аварія уже давно І ви думаєте, що упустили время? Ви хочете защитити свої права І права своїх близьких? Юридическая фірма Елена Цеперин Безплатно проконсультирує кожного Ми поможем вам вернути все затрачені средства І получить максимальну компенсацию За нанесенний ущерб Многолетний опыт Безупречна репутация Качественный результат Конфиденциальність Ми ценимо і уважаємо Своих клиентов І готова оградити вас От любих неприятностей Елена Цеперин Являється членом Верховного суда США Обращайтесь 503-539-75-76 Или 1-800-559-1808 Теперь ваша боль станет нашей Юридическая фірма Елены Цеперин Итак, дорогие друзья, на наших часиках 10.20 Вы слушаете Русское радио 7 На волне 10.10 АМ Ну вот, с минуты на минуту Мы вот будем иметь прямое подключение Вот мы пытаемся это сделать Итак, здравствуйте, друзья Здравствуйте, Дмитрий И также, я так понимаю, с нами на связи Петр Анатольевич Дудник Да, доброе утро, Портланд Добрый вечер, Петр Анатольевич Сейчас мы проверим, слышит он нас или нет Петр Анатольевич Вот, видимо, не слышит Вот, видимо, не слышит Давайте, Евгений, давайте я попробую еще раз перезвонить Слезаться с Петром отдельно И еще раз перезвоним вам в эфир, хорошо? Хорошо, будем ждать Спасибо, да Ну что, друзья, будем ждать Я пока вот ознакомлю вас с последним вот таким ярким событием в новостях Порошенко предложил закон об особом статусе Донецкой и Луганской областей Местные выборы пройдут 9 ноября Господдержка Донбасса и Амнистия Вот об этом я немножко сегодня с вами поговорю Но я попытаюсь сейчас еще раз связаться с нашими друзьями Ну что, Дмитрий, здравствуйте еще раз Да, доброе утро И вот Петр Анатольевич чудесным образом подключился к нам Слава Богу, все заработало Здравствуйте, Петр Доброе утро, Америка И добрый вечер, Петр Анатольевич Добрый, добрый, добрый всем Ну, наверное, сразу нужно представить Петр Анатольевич Дудник Вот спаситель, спасатель Братья, можно все проще Писание говорит, что если мы что-то сделали доброе, то должны отвечать Я раб ничего не стоящий сделал то, что должен был сделать Поэтому считаю себя точно так Раб Иисуса Христа то, что сделал, то должен был сделать И Богу за это честь и слава Аллилуйя и аминь Я хочу напомнить, что Петр Дудник также является служителем одной из церквей Город Славянск, Донецкая область, вот Донбасс Давайте я начну с вопроса сразу, да Петр Анатольевич, вы уже у нас были в программе Вы тогда рассказывали о том, что вы делали Как вы спасали людей в Славянске Как вы спасали уже после Славянска Когда в Славянск пришла мирная жизнь И, собственно, с этого момента прошло чуть больше месяца Если мне память не изменяет Чем ваша команда, чем вы лично занимаетесь сейчас Какая у вас там обстановка Что вы делаете именно сейчас? Знаете, очень важно продолжать верой удерживать то, что Бог дал нам Новости, которые поступают с интернета, с линии фронта Мы там достаточно часто бываем Потому что до пятницы, до последней пятницы Мы эвакуировали людей из Горловки И заезжали также под бомбежки Но после пятницы закрылась эвакуация из Горловки Там, где мы смогли забирать людей Там уже стоят посты ДНР И на въезд и на выезд все закрыто Так вот, очень важно удерживать картинку Ту, которую Бог говорил нам о нашем городе В городе есть такой существенный страх от того, что Снова вернутся боевые действия Но мы верим в то, что Если Бог освободил, то истинно свободными будем Славянск освободил реально Бог Одни ушли, другие пришли И перестали быть боевые действия И поэтому важно удерживать молитвенно Вот то, что сейчас происходит Это то, на чем мы фокусируемся Второе, конечно же Писание учит нас, что мы все созданы на добрые дела Которые мы должны совершать во Христе Иисусе И поэтому открывается широчайшее поле Для того, чтобы просто помогать реально людям И мы ставим, мы работаем Важно не просто физически помочь людям, что мы делаем Но важно помочь людям Вот как-то привести себя в какой-то порядок То есть работать с мозгами или с сердцем людей Мы настраиваем людей на то, что нужно объединяться Вокруг идеи, как я могу послужить другому Поэтому в городе ставим молитвенные часовни Такие палатки Раздаем молитвословы Раздаем брошюру, которую сами мы написали Вот с авторсти, с Виталием Орловым Есть такой хороший пастор и брат Как жить дальше? И на основании этой брошюры Даже проводим тренинги с переселенцами И с людьми в городе То есть постоянно идет посыл на то, что нам нельзя жить в депрессии Нам нужно подняться И подняться можно через взаимопомощь Через помощь другому Это вот сфера направленности на эмоциональная составляющая На духовную часть горожан Мы продолжаем помогать восстанавливать город Недавно я сел и сам спросил у своих братов Со всей командой Я говорю брать Давайте хотя бы посмотрим какую-то статистику Скольким людям мы помогли восстановить дома Каким-либо образом От самого минимального просто помогли вставить стекла До больших объектов Где реально там стены закладывали Крыши меняли Мы насчитали 51 объект За вот время с 5 июля Получается до сегодняшнего дня Который мы вот каким-то образом прикоснулись И сумели людям помочь Я очень благодарен Богу за людей Которые поддерживают Ресурсы определенные присылают Чтобы мы могли закупать материал И просто помогать людям В городе очень много переселенцев у нас Их уже около 4-х тысяч Рядышком из Славянска Есть такие поселки как Щурово Там Турбазы И порядка тоже 4-х тысяч там переселенцев Из Горловки, Донецка, Луганской области И вот просто беженцы В Святогорске Порядка 7-7 тысяч людей В Святогорске Это 40 км от Славянска Курортная зона Все забито И к сожалению Люди выезжали летом Когда была жара В шортах Просто в шлепанцах Сегодня уже начались холода И из-за этого много проблем Поэтому мы стараемся людям Помочь одеждой Продуктами, питаниями Телефонные линии наши Горячие линии Просто не умолкают Моя жена На основной Горячей линии Поэтому У меня конфликт с ней Потому что Нет времени детям Уделить А постоянно Звонки И помощь людям Ну вот приблизительно То, что сейчас происходит В Славянске И то, чем мы занимаемся Понятно Петр Анатольевич Вот такой Я, наверное Неожиданный вопрос задам Потому что Ровно потому что Последнюю неделю Я участвовал В нескольких таких дискуссиях В интернете В первую очередь Которые меня натолкнули На вот этот вопрос Смотрите Рано или поздно Война закончится Да Закончится она там Через три месяца Закончится она Через полгода Но она все равно Закончится С каким результатом Мы не знаем Да Мы верим Что Украина останется единой Мы верим Во всяком случае Я верю Что Все разрешится благополучно Но на самом деле Результата мы не знаем Вопрос у меня не в этом Вопрос в том Что Беседуя с теми людьми Которые живут Скажем В Донецкой области В Мариуполе Да В моем родном городе Я Я очень часто Натыкаюсь На Некую Непримиримость Некую Неизменяемость Позиции То есть Есть две Противоположные стороны Люди Которые Смотрят на одни и те же события Совершенно по-разному И не могут И не хотят Найти между собой Между собой Консенсус В Славянске Война закончилась Вот Скажите пожалуйста Как Сейчас Жители Славянска Которые Имеют Противоположные Взгляды Уживаются С друг другом Вообще На ваш взгляд Возможно ли Мирная жизнь Возможно ли Мирное существование Тех людей Которые Раньше Или сейчас Выступают За ДНР Выступали Или Выступают За присоединение к России Ненавидят Все украинское Будем говорить прямо С теми людьми Которые живут По соседству Но выступают Ровно С противоположных Позиций Вот как это Возможно ли Вот Ну не знаю Сожительство Возможен ли мир Между такими людьми И если да То каким образом Видите Если просто Смотреть С этой позиции Я прав Все остальное Не правы Все остальные Не правы Или же Смотреть с позиции Только так И никак иначе Или с позиции Вот они Они враги Их нужно ненавидеть Лучше всего Убить И загонять туда Свое сердце То ответ Будет вот Так невозможно Жить Поэтому надо Или убить кого-то Или самому исчезнуть Ну выхода два Но если Если Рассматривать Ситуацию По другому И ситуацию Рассматривать С позиции Нам важно Жить дальше И важно Жить с такими Полярными Мнениями То что нас должно Объединить Как жить дальше И вот я уже говорил Перед этим Объединять людей Важно не вокруг Моего мнения Которое самое правильное А другое естественно Но абсолютно Неправильное Объединять людей Нужно вокруг Идеи Как я Как ты Можешь помочь другому Это в самом простых вещах Например Я кашу траву В своем доме Я ухожу на улицу И соседу Кашу траву Вот вот Ну не вторгаясь На его территории А просто на улице Там бурьяном все заросло Я просто покосил ему траву Вот просто Маленькие вещи Которые я могу делать Я делаю И вот этот посыл Как мы можем От взаимопомощи Он начинает Людей объединять Разных по взгляду Но если они начнут Говорить за политику Они могут даже подраться Но если они говорят За простые вещи Как за взаимопомощь Я помогу тебе крышу сделать А я помогу тебе окна вставить А я помогу А я Пойдем бабушке Поможем что-то сделать Вот у него вообще Все разбито Это то Что объединит людей По сути Если брать Вот корень Всех конфликтов И конфликтов В Украине Он записан В Библии Этот корень Называется эгоизм Библия говорит о том Что в последнее время Охладеет любовь Если охладевает любовь Которая называется От себя другому То очень сильно Воспаляется эгоизм От другого взять себе И противостоять этому Нужно не просто Политическими методами Или лозунгами Или действиями Противостоять нужно Библейским методам Разгонять Внутри себя Любовь От себя другому Этим Можно победить Вот Настоящая победа Будет сфокусирована В состоянии Любви От себя другому Тогда можно Два Непримиримых Лагеря Людей Которые В политической Сфере Не сходятся Сегодня Их нельзя Переубедить Они просто Прошиты И не просто Прошиты У них Ну Под определенным Влиянием Бесов Я не побоюсь Этого сказать Потому что суть Бесов Которые сегодня Выпущены в мир Если Если раньше Бесы Лет 20 назад Были выпущены В мир Бесы Сексуальной Распущенности То сейчас Выпущены в мир Бесы сепаратизма Или разделения Им все равно Какой цвет флага Главное делить Семьи Города Церкви Страны Главное делить Так вот Противостоять Вот этим Бесам разделения Можно только Любовью От себя другому Вот мой ответ Это то что мы видим Славянский Это не просто Пастерская проповедь Воскресная Ну то есть это не теория Это практика Оно сейчас Это практика Это то чем мы занимаемся Я когда приезжаю На улицу На любую улицу Где есть разрушение И там Начинаю с людьми разговаривать По поводу того Как мы будем Восстанавливать Вот этот дом Помогать Люди экистично тянуты Почему его А не мне Начинают Рассказывать за свои Политические Украинском Вподобания И я ухожу от этих вопросов И говорю Слушай А как ты поможешь ему Вот я хочу помочь Я это делаю А как ты можешь помочь Почему ты думаешь Что тебе должны помогать А давайте посмотрим Что ты сделаешь доброго И если этот посыл идет нормальный Человек как-то замолкает Начинает думать И что-то делать Интересно Мы Отстраиваем Помогаем Отстроить Ну или лучше сказать Отстраиваем Полностью с нуля один дом В семье У них трое деток Мама и папа И вот мы им там помогали Сначала расчищали Потом сделали фундамент Сейчас готовим Уже сделан проект Бум Ну Готовим дом Короче И вот Напротив этого дома Жила бабушка Вера У нее тоже Там два снаряда Упало в ее дом Разбило крышу Окна подвинулись И как-то у нас Нашлась возможность Ей начать что-то делать Мы пригласили Вот этого Лешу Которого Трое детей Пошли поможешь Невероятно Он Когда свой даже дом делал Он так помогал Но когда пришел туда И втянулся с нами Вечером он говорил Слушайте Я пережил что-то Что просто Мне трудно Трудно как-то выразить словами Вот Что-то особенное А вот это особенное Это как раз Помочь другому Он говорит Я завтра тоже приду И он пришел И второго и третьего дня Помогая Просто Бесплатно служа Но ощущая то что Вот Вот это ощущение Любви Которое Бог заложил Внутри нас Оно внутри него Начало разгораться От себя Другого Петр Анатольевич Дмитрий Я бы хотел И наших радиослушателей И вас Ознакомить Вот Совсем недавним Буквально Вот Может последние сутки Письмом Которое написал Или блок Вернее Сергей Демидович Называется Меня вчера контузило Потом ранило А потом разорвало сердце Только к утру Я воскрес Вот чтобы Немножко люди Поняли ситуацию О чем мы с вами говорим Вот что он пишет Я не знаю Хватит ли у меня Времени И желания все прочитать Но это честно И к сожалению Будет не совсем Позитивным Вчера С операторами Поехал На вывоз Беженцев С горловки Хотел снять репортаж Как важно Вывозить их Спасать Это кстати Совсем Немало стоит Прислать машины С Славянска Развести людей По разным городам Кормить их Потом и в общем Все совсем непросто Увидев камеры Народ стоящий В ожидании наших автобусов Вдруг Стал на меня Злобно Буквально рычать Что вы снимаете Интересно Да Вы нам Предлагаете эвакуацию Да Зачем Она нам не нужна Вы нам мир Предложите Мы тут уже Задолбались Это конечно смягченный вариант Истинной сути Что с ними произошло По их мнению Лица Отворачивают И уходят от меня Как от заразы Потом стали Ссориться друг с другом Заткнись Ты сама такая Да чтоб вас Варианты Все самые По прежнему Умягченные Вы же понимаете Ибо не могу Позволить себе Оригинальные термины Донбасских беженцев Вдруг стало Как то Так грустно А они Продолжают Пусть уйдет Порошенко Пусть уберется Уберет войска И добавляет А почему вот В банковских автоматах Нет денег А почему Я в шоке Говорю Ну как вы хотите Убрать войска Убраться самому А вам только Каждый день Наполняя автоматы Деньгами Перехотелось Брать интервью Выключил камеры И стою И смотрю на них Вдруг думаю А зачем они А зачем они Мне надо Зачем они Не надо Порошенко Киеву Западной Украине Мы вот Вывозим их Спасем Потом Назад спасем Привезем Потом Деньги в банкоматы Спасать Ложить будем А они так и будут Орать и отворачиваться В общем Стою Контуженный Хочется Большую стену Чтоб не слышно было этого И не видно Если возможно И понимаю Что нельзя так А вот Хочется стену Чтоб толстая Чтоб Великая Чтоб не Перелазили через нее Вроде успокоились Стоим Я говорю им А вот почему Ни один из вас Не сказал спасибо Что мы уже второй месяц Вас отсюда Вывозим Ну почему ни один Не сказал Женщина в ответ Слезы в глазах стоят Да Нет Вы не подумайте Мы вам очень благодарны Просто я боялась Расплакаться Потом Подошел автобус Автобус наш Смотрю Из них 20 человек Внимание Четыре Привезли просто Передачки Какие-то на Славянск Родне А с буса Хотят забрать Передачки от своих Из Славянска То есть Что-то типа Бесплатной Новой почты Человек 10-11 едут Только до Артемовска Это самый близкий город Это значит Что они едут Еду просто На день едут Покупать В магазины На рынок В банкоматы А потом назад Мы просто бесплатный транспорт И только около пяти человек Реально беженцы Теперь я контуженный И раненый Ехал И грустно думал Что я не знаю Как помочь Я не знаю Как изменить Самих людей Как восстановить Не их дома А их Самих Поехал на фронт Почти в Дебальцево Там есть знакомый Верующий командир Разведки Хотел пообщаться И взять интервью По дороге Страшная авария Трупы лежат Потом взорванные мосты И машины Переезжают По железным балкам Некоторые Некоторые Слабонервные Встают И переходят пешком А потом снова садятся В свои машины Потом в Дебальцево Мы развернулись Возле моста Это казалось Так подозрительно Что за нами Помчался КАМАЗ С военными Догнали Перегородили дорогу Выскочили Навели автоматы Все закончилось хорошо Но вдруг стало Совсем тошно На душе Наконец Я в разведроте И тут Мое сердце Разорвали на части То как они живут На чем спят Во что одеты С чем воюют Почему они Разочарованы Киевом Почему они любят Родину И презирают государство Почему из трех БТРов У них только один Может стрелять И другой ездить Почему все что у них есть Это дали им волонтеры Почему 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 Об этом Напишу в другой раз И поставлю видео Но там мне показалось Что если в Украине И произойдет чудо То это сможет сделать Только Бог Христианам просто нужно Не вставать с колен В общем Приехал домой Давление под 150 Тошнит Голова как в тисках Всю ночь не спал А думал Что будет дальше Получил пару звонков С хорошими новостями Люди верят И поддерживают В Сакраменто загрузили Первый контейнер Одна миссия решила Поддержать В строительстве И восстановлении домов Жена возвращается С Киева Кстати написал Новую песню И на днях Презентация Надо жить Надо продолжать Если не мы То кто будет верить Встало солнце Начался новый день Пора идти И снова верить Спасать Ожидать И действовать В общем Камень ангелы Отворили Я воскрес И поехал в церковь Спасибо всем Кто будет молиться Простите За вчерашнюю Контузию Сергей Демидович Ну вот Прежде чем писать Он мне все это рассказал Я же его сосед Ближайший друг И он с эмоциями Это все Вылил Особенно по горловке И говорит Сколько мы будем Это еще делать С ними Я говорю Сергей Мы и так уже сокращаем Мы вывозили Раньше каждый день Сейчас два раза в неделю Я понимаю Что кто-то нами пользуется Но есть люди Которым надо послужить И вот ради этих людей Мы это и делаем Ну Братцы Горя много И Справедливо Несправедливо Или как это сказать Горя Петр Анатольевич Я понимаю Что есть Такие вот Ну есть два типа Действия Или вот Есть стратегическое Да Нужно работать Стратегически действовать И тактически То есть Есть нужда Вот сейчас И вот сегодня Сейчас И нужно эту Нужду решить Но есть также И стратегические Вот Возможности Или планы Или вот решения Да Которые нужно принимать Я понимаю Что вы со своей стороны Вы просто молодцы Вы и ваша команда Я вообще говорю О христианах Вот того же Славянска Тот же Донбасс Я вот смотрю За Сергеем Косяком Да Ну пытаются Делать люди Вот что могут Да вот Накормить кормят Отвезти Отвозят И так далее Ну а вообще Если говорить В консенсусе того Что Или в контексте Того что Вот Донбасс Который Ну морально Разрушался Десятилетиями Да Деградация была Вот Иждивенцы Люди Алкоголизм Огромнейший Люди За копейки В шахтах Работают Да Русское телевидение Зомбирует мозги И это продолжалось Десятилетиями Да Ну по крайней мере Последние Интенсивно Последние годы Вот вы верите В то что Может Возродиться Вот этот народ Эта земля Вот Можно строить Какие то Вот Или Вы пытаетесь В том что Как будет восстанавливаться Земля Не в плане того что Вот сейчас помочь Поставить крышу И разошлись Но ведь мозги Нужно Как то лечить Вот головы Вот мышление Все таки мне кажется Самое большое чудо Это когда Изменяется вот Сердце человека И разум Вот Обновился И все вокруг него Восстановится Понимаете А вот не поменяешь Вот человек не изменится Ты его В любой изобилии В любой уют Вот Приведи Он все равно там Напаскудит Нагадит И уйдет Он разрушит просто Да Потому что вот у него Мышление разрушительное Вот что делать с этим Вот Ну вот Это основная проблема Которая вскрыт Вскрылась войной Это проблема Гордости Наглости Неблагодарности Надменности Хамства Которая поднялась К сожалению На востоке И нельзя сказать Что это все такие люди Или даже большинство Но много Реально много Мы получаем К сожалению Обратную связь От людей Куда мы Куда мы Отправляли Переселиться Кто принимал Это же Ну Десятки Сотни мест Нам звонят И говорят Мы устали уже Мы не можем Ой И вот такую связь И мы понимаем И это тоже реальность И знаете Вот Против всего этого Вот Как Слово За которое мы держимся На чем мы стоим Была песня Еще что Или Говорили что Донбасс На колени Никто не ставил И быть поставлены Ему не дано Как то так вот Так вот Каждый день Мы молимся за то Чтобы Донбасс Стал на колени Каждый день Каждое утро У меня с командой Молитва Завтра в 7 утра В четверг в 7 утра А так в 8 утра Мы собираемся Каждое утро Мы молимся Чтобы Донбасс Стал на колени Перед Богом Чтобы вместо Напыщенности И гордости Вот пришло Просто смирение И покаяние Потому что Настоящий мир Или настоящая Свобода Как вы уже говорили Придет от того Что Бог Произведет перемены В сердце Но мы это не можем Сделать Мы можем только Стучать в небо Чтобы небо Небо Ответило И мы стучимся Мы верим Что нам нужно Больше чем мир Нам нужно Перемены в сердцах Людей И вот Эта вера Она заставляет Жить на этой территории Быть здесь У меня кстати Паспорт С десятилетней визой В Америку И У меня Всегда была виза В Америку Многие годы У меня были документы В Америку Уехать Просто здесь остаюсь Служить Просто люблю Этих людей Вот так как есть И хочу Хочу здесь сделать Вот Ну мой ответ Вот такой Я верю в лучшее Для этой земли Петр Анатольевич Попробую другой вопрос задать Да Развернуть совершенно В другую сторону Хотя перед этим Все таки скажу Такую небольшую реплику Я ведь тоже из Донбасса Да Я ведь тоже В общем то Вырос и Долго прожил Среди Среди этих людей Мой скептиз И Мой Ну моя разница С вашим взглядом Да Заключается ровно в том Что Я не считаю Что эта война Обнажила Это хамство Алкоголизм И прочее Я знаю Что это люди Были всегда такими Это может быть Сейчас Разделило Вот Хамов Отдельно А людей Как-то Которые понимают Что-то больше Чем водка И работа в копанке Отдельно Мне кажется Такими люди Были всегда Не кажется Я уверен в этом И мой скептицизм И моя тоже Мои испанские документы Которые На которые я Довольно часто Поглядываю Хотя я живу В Киеве Ну вот Я не очень верю Что даже Мир позволит Вот Хамам И всем остальным Жить вместе Дальше И жить вместе Спокойно Мой вопрос Не в этом На самом деле Мой вопрос Совершенно неожиданный Наверное Для вас У нас сейчас Выборы Вот они начались В прошлый раз Я вам тоже задавал Этот вопрос Вот если вам предложат Какую-то там Должность Пойдете вы или нет Вы тогда мне сказали Что если предложат То вы готовы пойти Вот сейчас Все партии Которые Готовятся Идти На выборы Они разрывают Между собой Комбатов Разрывают Между собой Активистов Волонтеров И прочее Вопрос собственно два Во-первых Не предлагали ли вам Попасть в какой-то список Да Второе Не собирались Или не хотите ли вы Выдвинуться сами В депутаты Ну Мне кажется В прошлый раз Я не совсем Так отвечал Мне так кажется Не буду уточнять Но Сегодня Я все больше И больше убеждаюсь В некоторых моментах Во-первых Предложение о том Чтобы Как-то вот там Баллотироваться В городе Чуть ли не на мэра Оно поступает С разных сторон У меня Никогда Не стояла Цель власть Никогда И Я Хорошо понимаю Что такое власть Со стороны ответственности И сегодня Я все больше Больше утверждаюсь В том Что я хочу быть На своем месте Служить То что я Чем я могу служить И делать то что я Могу делать Причем я думаю Что уровень Влияния Достаточно большой И не думаю На самом деле Что будет Больше уровень Влияния Когда просто я Буду занимать Чиновническую должность У вас У вас будет Больше ответственности У вас будет Больше ответственности От этих предложений Я Я Отдаляюсь Всех Мэра Такой вопрос Руководили По стене Но Как Таких людей Анатоль Я И Анатоль 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 Что это напрягает Кого-то Но Порядка уже 200 детей Смогло уехать Есть проект От семи к семье Суть проекта Что дети Зоны АТО Могут побыть Три недели Месяц В других семьях И это семьи Западной Украины Чехии Германии Латвии И часть Детей уезжала В Америку Америка Самая дорогая Потому что Люди Много инвестировать Но для нас Это было Лично для моей семьи Это была огромная помощь Когда я оставался Сам женой Мы могли полностью Сфокусироваться Чтобы другим помогать И Вот Я знал Что мои дети В безопасности Поэтому всем Кто принимает детей Спасибо вам От всего сердца Очень благодарен Мне будет Сегодня за честь Двух таких вот девочек Взять с собой И мы проведем Хорошо Время сегодня На речке Вот так что Нам тоже Это за честь Знаете Это для нас Возможность Побыть Как бы чуточку с вами Вот Соприкоснуться Хотя мы на большом расстоянии Так что для нас Это тоже очень Очень важно И я кстати Хочу Уже по этой теме Объявить номер телефона Друзья Если вы желаете Помочь посылками Одежда И всем необходимым Для Украины Вы можете Позвонить По телефону 503 630 78 75 Это церковь Бегуна Юрия Вот И Вы можете договориться Привести по ссылочке Еще раз 503 630 78 75 Или 971 258 97 32 Еще Последний вопрос Который я хотел бы С вами Обсудить Вот Вы сказали Особенно Такое ударение За молитву За Украину Да Вот Я последние два дня Вот точно так же Вот у меня мысли крутятся Только вот Молитва И Вы верите в общенациональную Молитву Пост и молитву Вот Всего народу Потому что я вот Связывая вот эту ситуацию С Украиной У меня У меня не перестает Бегать перед глазами Вот В моем воспоминании Вот Истории Из Писания Вот Из Библии Когда народ Когда вся нация Или страна Она подымалась Или становилась На колени перед Богом Взывали Реально даже Пророчества Божьи Они Они сдвигались Они изменялись Да Направление просто Менялось Совсем Вот На фоне вот этих всех Событий Сплоченности На фоне того что Тот же Порошенко Говорят он Ну так более-менее Он Христианин Православный Да Ну по крайней мере он там Щеткой часто ходит Молится Заявляет о себе Как о верующем человеке Вот Скажем так С этим временем С этой ситуацией В Украине Сблизились Скажем так Во взаимоотношениях Мне кажется На На какую-то меру Вот Лидеры христианских Церквей С Лидерами Государства Насколько Реально Вот Объявить Или Договориться О национальной Молитве О посте О молитве Вот Поднимаются эти вопросы Или нет Вот почему не объединиться Потому что мы слышим То несколько недель назад Было Там Пятидесятническое движение Делало Вот в конце Августа Да Молитву Там пост и молитва Несколько недель Потом Баптистское братство Присоединилось И как бы Мы так порость там Видим там огонек Там огонек Там вспышка А вот чтобы Объединиться Всем народом Верует в Бога Кто-то верит В другого Вот как бы сплотиться Чтобы вся нация Стала Вот этот пролом Вы верите в такое Или нет Или это все фантастики Ну смотрите На самом деле Вот такие трехдневные Посты и молитвы Проходят на национальном уровне Среди всех братств Ну вот Как вы сказали Пару недель назад Или три недели Или может быть Пару недель назад У нас был пост И молитва И это Ну практически всеукраинские То есть это касалось Всех основных Деноминаций Протививальность Христиан Конечно Мы поднимаем И если вы Сидите за фейсбуком Поднимаются Инициативы И даже подписи Собираются Чтобы сделать Общенациональный Пост и молитву Трехдневную То есть мы поднимаем Эти вопросы Вообще Как вы сказали Для всех людей Буквально для всех Кто понимает Кто не понимает Ну вот Само объявление Это было бы Очень сильно Но постоянно Идут молитвы В церквях наших В движениях Самых разных Инициатива Молитвенная Постоянно На высоком уровне Мне кажется Мы еще не молились За всю историю Так как молились В этом году Вот Украина Еще не молилась Ну я думаю Это будет большой прорыв Если все таки На национальном уровне Когда Петр Порошенко Объявит Что вот согласовали Все Закрываем все Увеселительные Заведения На три дня И каждый молится Своему Богу Да Мы то понимаем Кто есть Бог Да Но все таки Даже вот как бы Чтобы сплотить Всех людей Это было бы здорово Мне кажется Все таки история Нам подсказывает Правильные рычаги Правильные шаги К решению Вот таких вот Самых Тяжелых моментов В истории стран Хорошо Петр Анатольевич Спасибо вам большое Что вы были Вместе с нами Что вы пожертвовали Свои временем Спасибо Петру Анатольевич Огромное Во первых конечно Мира Вот Мира Чтобы Ничего в этом плане Для Славянска Для вас И для Украины Не менялось Чтобы мир у нас Оставался И наверное Чтобы вы По прежнему Оставались тем Ну может быть Неофициальным Но все таки Духовным лидером Да Таким вот Славянска Таким вы являетесь И сейчас Спасибо братья Спасибо за возможность Говорить людям Честно Открыто Спасибо за все поддержки Знаете За молитвы За посвященных людей Которые Которые приезжают Звонят Ну Знаете В этой войне Мы реально Увидели Как тело Христа Работает Никто не спрашивает С какой ты церкви И мы не спрашиваем Просто люди Отзываются Принимают Служат Кормят Присылают И Друзья Мы с вами не прощаемся Буквально через несколько минут Мы снова встретимся с вами в эфире Оставайтесь с нами Мы снова встретимся Спасибо тебе, моя святая земля, ты меня родила и плекала. Я себе тебе посвящу навык, чтобы вся земля про тебя знала. Украина, счастья моего окрая, Украина, ты краплинка неба, Украина, верю в тебя, знай, моё життя, моя любовь для тебя. Дякуємо ми всевишньому творцю, Що нам сотворив таку країну. Де родились ми, де будем ти і я, Жити і ростити Україну. Украина, счастья моего окрая, Украина, ты краплинка неба, Украина, він в тебе знай, моё життя, моя любовь для тебя. Украина, він в тебе знай, моё життя, моя любовь для тебя. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что редакция «Русского радио-7» нанесет ответственности за содержание рекламных роликов и программ, которые звучат в эфире. Радио-7, 10-10 аэн. Русское радио. Здоровый и красивый зубой – признак здорового и красивого человека. Стоматологическая клиника «Пауэлл Фэмили Дентал» подарит вам безупречную улыбку. Огромный опыт обслуживания с 1996 года. Высококвалифицированные специалисты Виктор Хлевной и Ольга Донцова оказывают помощь во всех областях стоматологии. Терапия, хирургия, ортопедия, педиатрия и даже ортодонтия. В «Пауэлл Фэмили Дентал» вам предложат радушный прием и теплую и комфортную обстановку, современное диагностическое и лечебное оборудование, применение современных методов и материалов, эстетические услуги, отбеливание и профессиональная чистка, выравнивание зубов детям и взрослым, все чудеса ортодонтии, чтобы ваша улыбка сохранилась надолго. Ольга Донцова, Виктор Хлевной, «Пауэлл Фэмили Дентал», 1-1-0-5-0, Саутист, Пауэлл Бульвар, Портсленд, Орикон, 97266. Телефон 503-788-0405. 503-788-0405. Ого, как он играет! И где научился-то? Ха-ха, это в новой песне. Там и преподаватели хорошие, и детям, и родителям нравятся. Но прослушивание пройти надо, и песенку спеть на вступительном экзамене надо. Не так-то просто. Вот так вот. Зато научат играть и на пианино, и на скрипке, и гитаре, и виолончели. А если петь хочешь, то есть и уроки вокала. Обращайтесь к знатокам своего дела. Звоните 503-408-8459. 503-408-8459. Доктор Виктор Пальчиковский. Три медицинские профессии в одном специалисте. Медицинский доктор. Доктор натуральной медицины. Доктор мануальной терапии. Обращайтесь с болью в шее и в спине в результате травмы на работе или автоаварии с хроническими заболеваниями. В течение одного визита вы получите консультацию, аджастмент, рецепты на лекарства. Телефон 971-570-37-27. Ликор, размувляя так уж, на украинский мой. 971-570-37-27. Вы сломались на дороге? Надо перевезти машину? То Винговая компания US Express быстро и вовремя окажет вам помощь. Обслуживаем Орегон и Вашингтон, включая Вудбурн, Юджин, Сиэтл, Спокен. Звоните Вениамину 503-901-8760. 503-901-8760. US Express. Здравствуйте, тетя Цель. А что-то вы такая грустная сегодня? Как жизнь? Ой-то не спрашивайте. Хуже не бывает. Дом забирают. Кредиторы замучили. Проценты растут. Ваши беды. Просто пару пустяков. А что вы такое говорите? А вы знаете, что в Портланде есть такая компания, которая сделает вам модификацию всех ваших займов. Чего меня сделают? Ну модификация. Ну а спейминг будет намного меньше. Ну да. Они помогут не только избежать ваш форклоу. Но даже вернуть дом, который банк у вас забрал. И шо такое возможно? Ну представьте себе. Уже много Есени сделали и живут в своих домах. И мало того, можно аннулировать кредитные карточки, договориться о частичном прощении долгов, или даже объявить банкротство. Сохранить при этом дом и ваш Мерседес. Я так сделаю. Одним словом, все ваши проблемы могут решить опытные юристы. Старк Сервис. Где, где? Старк Сервис. Они на этом. Ну на Старке находятся. По-моему, 10735 Southeast Старк Стрит. Во, у меня карточка, возьмите. Ну в Портланде, конечно. Телефон 503-255-3777. Вот. Ну все. Все, тетя Циля, целую. До свидания. Обязательно позвоните. Первая консультация бесплатная. Тетя Циля. 503-255-3777. Зачем ехать в Россию или Мексику для лечения зубов? Аксис Дентал побьет любые цены. Пломбы от 60 долларов, удаление от 70 долларов, коронка 480 долларов и так далее. Приходите, убедитесь сами. 360-852-2304. Спросите Стефана. 360-852-2304. Аксис Дентал. Вы еще не знаете, что уже нас любите. Радио 7. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что редакция Русского радио 7 не несет ответственности за содержание рекламных роликов и программ, которые звучат в эфире. Итак, доброе утро еще раз, дорогие друзья. Вы слушаете программу «Я так думаю». Программа «Я так думаю» выходит каждый день с понедельника по четверг с 10 утра до часу дня. Ну а сегодня понедельник. Это значит, что проект Комаров Шоу выйдет сейчас или продолжит свой выход в эфир Русского радио 7. С минуты на минуту мы снова подключимся к эфиру с Дмитрием Комаровым. И расскажем вам о последних событиях в Украине. Я хочу дополнить, друзья, хорошую новость, вам рассказать о ней. Я как-то недельки две назад делал объявление и знакомил вас о том, что миссия «Милосердный самарянин» помогает продуктами на Украину или на Донбасс. И буквально совсем недавно отправили 25 тонн картошки и 18 тонн других продуктов, такие как мука, макароны и так далее. И собирается еще с дня на день, будет передана следующая помощь. Это 20 тонн картошки снова и 20 тонн других продуктов, тоже как мука. Также будут макароны, масло подсолнечное и так далее. Вот так, если вы хотите стать участником этой помощи, мы вас приглашаем. Пожалуйста, обратитесь в миссию «Милосердный самарянин». И вы можете поучаствовать у кого-то 10, 20, 50, 100 долларов. Я раньше вам говорил о том, что там стоил один такой набор, я вот не совсем до конца помню, там около 100 долларов, чуть больше 100 долларов стоил такой набор продуктов, которые обеспечат всю семью самыми необходимыми базовыми продуктами. Вы можете и в этом поучаствовать. Звоните по телефону, у меня сейчас нет с собой, хотя я могу сейчас найти. Вот если вы хотите стать участником, пожалуйста, я вас приглашаю. Вот, звоните по телефону 503-419-733-35. 503-419-733-35. Миссия «Милосердный самарянин». Друзья, вы слушаете программу «Я так думаю» благодаря поддержке клиники Manual Medicine. Я хочу представить вам доктора Ли Чен и доктора Николая Чернухина. Это Костоправа из клиники Manual Medicine. Клиника эта находится в городе Ванкувер, на улице Милплейн, возле Walmart. Вот недалеко, на перекресток Милплейн и 205-й Freeway. Мы приглашаем всех нуждающихся в лечении. Если у вас нет возможности заплатить, по четвергам лечение бесплатно. При желании можете внести пожертвование, которое будет передано в благотворительные организации. По остальным дням недели мы лечим людей после автомобильных аварий. Также у нас имеется возможность сделать снимки рентгена, компьютерной томографии и MRI. Обращайтесь по телефону 360-737-9665. 360-737-9665. Друзья, помните, если вы попали в автоаварию, вам нужно обязательно сходить к доктору, проверить, или все у вас в порядке, нет ли повреждений. Потому что нередко случается так, что получил человек повреждения, нарушил суставы какие-то, или кости, или с позвоночником проблемка появилась, а он об этом не знает. И потом через некоторое время только появляется уже проблема в результате этой аварии. Поэтому я вас приглашаю, обращайтесь в Manual Medicine клинику. Доктор Ли Чен или Николай Чернухин помогут вам вылечиться или проведут полный анализ после автомобильной аварии. 360-737-9665. Ну что, друзья, время очень быстро бежит. 11.17. Я сейчас попытаюсь созвониться с Киевом. И мы продолжим наш эфир вместе с Дмитрием Комаровым. Расскажем вам о том, что происходит сейчас в Украине. И как идут дела с предвыборной гонкой. И что вообще, какие законопроекты приняты. И что происходит в зоне АТО. Об этом подробно мы попытаемся вам рассказать в следующих 40 минутах нашего эфира. Здравствуйте, Дмитрий. Я так понимаю, мы уже снова на связи, да? Да. Хорошо, Дмитрий. Ну прошло вот с четверга у нас 4 дня, вот четвертый день. Что у нас новенького, что такого, скажем, какие самые яркие события произошли за эти дни? Ой, ярких событий такое количество, что вот даже я с трудом, вот с трудом сейчас сидел в последние секунды, даже думал с чего начать. Ну, пожалуй, самое главное и самое определяющее событие, которое у нас сейчас на данные минуты, даже буквально происходит, да? Это то, что Петр Порошенко внес в Верховную Раду сразу два законопроекта. Значит, первый из них касается ратификации соглашения с ЕС. То есть, да, вот то самое соглашение с Европейским Союзом, которое было подписано, это ратификация сама по себе не дает возможности вступить этому соглашению немедленно. То есть, вокруг этого ломаются такие очень ведутся жаркие споры, и я попробую объяснить, в чем дело. То есть, по существующему соглашению с Европейским Союзом, и это некая уступка в сторону России, да, Петр Порошенко ведет такую дипломатическую борьбу, и, похоже, он ее пока выигрывает. Значит, имплементация соглашения с Европейским Союзом произойдет, во-первых, синхронно, собственно говоря, Европейский Союз должен имплементировать это соглашение, и мы одновременно имплементируем. Но при этом не полностью соглашение вступит в силу сразу. Мы ни одного слова не меняем, мы, я имею в виду, Украина ни одного слова не меняет в самом соглашении, на чем настаивала Россия. Но при этом ряд положений этого соглашения начнут выполняться только с 1 января 2016 года. То есть фактически год пройдет, прежде чем соглашение полностью вступит в силу. При этом я хочу подчеркнуть, какие именно положения вступят со следующего года. Это положение, когда товары из Европы будут, не будут, точнее говоря, облагаться налогами, не будут облагаться таможенными пошлинами. При этом украинские товары уже с момента имплементации, уже с момента одобрения, принятия парламентом, сразу же не будут облагаться никакими налогами. О чем это говорит? Украина получает вообще благодаря Путину, благодаря России, за что им, конечно, низкий поклон. Украина получает целый год такой ситуации, когда наши товары не облагаются никакими налогами, а европейские товары облагаются налогами. Формально это сделано для того, чтобы эти европейские товары не проходили через нашу границу и не шли с низким обложением, не вытесняли российские товары на территории России. Но фактически этим соглашением и наши товары, наши производители получили некий такой год для того, чтобы привести свое производство, свои поставки в соответствие с европейскими нормами. То есть мы получили еще целый год такого льготного налогового режима. Надо отметить, что такой льготный налоговый режим Европейский Союз ввел уже порядка трех месяцев назад. Он действует и за это время по статистике мы где-то 2 миллиарда долларов заработали. Вот на этом льготном режиме мы заработали где-то порядка 2 миллиардов долларов. То есть где-то мы за следующий год, ну так грубо 20 миллиардов долларов мы подзаработаем благодаря России. И еще раз говорю, за это им большое спасибо. Споры ведутся вот именно вокруг того, что все-таки надо было сразу не идти ни на какие уступки России. Надо было сразу, чтобы мы, ну такая шоковая терапия, чтобы сразу наше производство подгонялись под европейские нормы и так далее. Но еще раз говорю, это дипломатия, это все-таки уступки, у нас война, мы должны какие-то позиции выторговывать. И я считаю это таким очень неплохим вариантом. Вторая новость, второй закон, вокруг которого идут огромнейшие споры и не факт, что он будет завтра принят. Петр Порошенко, опять же в рамках договоренности с Россией о прекращении войны в Донбассе, внес в Верховную Раду законопроект, по которому предлагает установить в оккупированных Россиях района Донбасса особый режим. Статус или режим? Режим. Ну особый статус, особый режим, это слово неважно. Значит, это такой законопроект об амнистии и о специальном статусе отдельных районах Донбасса. То есть вот, кстати говоря, тот вопрос, который ты задавал Петру Дуднику, он немножко некорректен. Этот статус, этот специальный статус будет присвоен только отдельным районам Донбасса, которые сейчас контролируются боевиками. То есть не всему Донбассу. Я так и объяснил. Я имел в виду, возможно, да. Этот статус не будет распространяться, скажем, на Славянск, где сейчас... Да, да, да. Значит, что по этому закону предусматривается? Первое. Особый статус будет действовать три года. То есть он имеет жесткую фиксированную дату. Второе. Все жители Донбасса, которые принимали участие в боевых действиях, кроме тех, кто совершил особо тяжкие преступления, а также тех террористов, которые сбили Боинг, они получат полную амнистию. То есть они не будут преследоваться по закону, они получают полную амнистию. При этом все боевики обязаны сложить оружие и освободить те здания, которые ими были захвачены. Дальше. Украина гарантирует свободное использование русского языка в официальном документообороте. Вообще, свободное использование русского языка. Дальше. Будут проведены, ну такие досрочные, недосрочные, в общем, короче, будут проведены местные выборы в оккупированных районах. То есть власть в оккупированных районах будет легиметизирована, да, вот с такими досрочными выборами. И депутаты, которые будут избраны в рамках действия закона вот этого, да, они, их нельзя будет, их полномочия нельзя будет прекратить досрочно. То есть вот сейчас выберут там, ну я не знаю, условного Безлера, да, хотя его нельзя по закону выбрать, потому что он гражданин России, ну там, условного Пономарева, да, который там народный мэр Славянска. Вот если его выберут мэром Славянска, то Украина не будет иметь право прекратить его досрочно полномочия никаким образом. Следующее. Значит, особый порядок будет назначение глав прокуратуры, судей и так далее, да. Дальше. Центральные власти будут подписывать вот с этими районами особые соглашения экономические. Ну и там, значит, тоже эти районы будут, могут подписывать особые соглашения с Россией, то есть действовать так, в общем, в рамках некой такой своей компетенции, заключать какие-то договора на поставке своего, своей продукции или покупать некую продукцию из России. И кроме этого будет учреждена так называемая народная милиция, которая будет координировать действия с местными властями. Вот такой набор, вот такой набор прав и обязанностей неких, да, обязанностей заключается в том, что боярики должны все-таки сложить оружие и освободить здание. Но больше там все-таки прав. Что хорошего и что плохого, на мой личный взгляд. В принципе, хорошо то, что если такое соглашение будет достигнуто, что не факт, если такой закон будет проголосован, что тоже не факт, потому что, скажем, Баткищина против такого соглашения, партия Ляшко и там депутаты, которые поддерживают его, тоже против такого соглашения, то есть условная партия войны, которая есть в нашем парламенте, да, она против этого соглашения. Другой вопрос, что за это соглашение могут проголосовать, как ни странно, регионалы и коммунисты, потому что... Не, ну это не странно, друзья. То, что, Дмитрий, то, что ты рассказал, это для меня звучит как капитуляция, вот что это значит для меня. Я сейчас попробую объяснить, я сейчас попробую объяснить, почему это не звучит как капитуляция в полном объеме, да. Это уступка, любой мир, я вернусь к старому, да, вот я вернусь к этому. У нас идет война, любая война должна заканчиваться миром. Любой мир, это результат, если это не полное поражение, это результат неких компромиссов, когда все договаривающиеся стороны встают за стола неудовлетворенными. Подожди, а в чем неудовлетворение ДНР и ЛНР, я не могу... Объясняю, очень просто. ДНР и ЛНР настаивало и настаивает на полной своей независимости. На том, что это отдельные государства, которые должны жить своей жизнью и иметь какие-то свои... Ну, должны быть признаны международным сообществом и прочее, и прочее, и прочее. Ни о какой единой Украине, да, не шло вообще, не шло никакого разговора. Данным договором, первое, подчеркивается то, что это особый статус территории, которые находятся в составе Украины. Это первое. Второе, ДНР и ЛНР подчеркивают и хочет, чтобы этот статус как минимум или независимость распространялась как минимум на все территории Донецкой и Луганской областей. Этим законом оговаривается, что статус распространяется только на те области, которые подконтрольны сейчас боевикам. И, ну, в общем, вот это существенная уступка, то есть это соглашение, если оно будет принято и украинским парламентом, что не факт, и боевиками ДНР и ЛНР, что тоже не факт, это соглашение, опять же, закрепит статус вот этих, даже вот этих районов, закрепит этот статус этих районов как территорий Украины. И это существенное поражение России, реальное поражение, которое видела Новороссию, видела эти республики, ну, во-первых, как минимум до Одесской области, а во-вторых, как независимое государство. Это существенное поражение. Что плохого, на мой взгляд, в этой истории? Мне кажется, и я бы хотел, чтобы вот такие статусы, чтобы вот такие преференции были даны ни одной области, и даже ни одному району, и даже ни каких-то определенных территориях. Вот если бы такой закон распространялся на всю Украину, да, то есть, там, главы прокуратуры, судей могли бы назначаться на местах, была бы Народная Милиция. Короче говоря, мы сейчас все-таки выделяем, видокремливаемые, да, я так говорю, вот эти вот территории, все-таки мы их наделяем особыми полномочиями. Это компромисс, я понимаю. Ну, вот если такие, мы сейчас говорим о том, что Украина будет давать больше полномочий на местах, что будет проведена такая вот усиление, усиление общин и так далее. Вот если бы этим законом или подобным законом такие полномочия были даны бы всем, тогда бы я, может быть, принял это с большей радостью, с большим пониманием. Хотя я вот тоже, я понимаю, что вот я лично не удовлетворен, мне большая часть вот этого соглашения меня, даже как жителя Донбасса, устраивает. Но в чем-то я недоволен, значит, это все-таки компромисс, значит, это все-таки мир, на который надо идти, на который надо заключать, поскольку худой мир, он таки лучше доброй войны. Не знаю, я слышал просто реакцию Петра Дудника на это все, и мне кажется, она очень близка к реальности. Ну, в каком плане? Ну, в таком плане, чтобы жить под руководством сепаратистов и террористов, которые, я так понимаю, большинство из них, они просто останутся на этих захваченных территориях, просто они получат вот преференции и возможность еще и пойти в большую политику и решать... Если понимаете, силовые структуры, опять-таки, я так понимаю, с этим соглашением, они будут формироваться теми же людьми, которые живут вот на оккупированных территориях. То есть, вот эти все люди вооруженные, они, скажем так, технически на какое-то время отдадут, складут оружие или попрячут в подвалах, потом они получат особый статус, или не то, что особый статус, они получат мандат, как полиции или милиции местной, снова возьмут это же оружие и теперь, имея легитимность своего положения, будут снова продолжать решать свои вопросы, как и решали. Да, да, да. Так это же кошмар просто. Нет, я сейчас такую, в общем, немножко кощунтанную вещь скажу, и такие это хорошо. Я попробую объяснить, почему. Ну, опять, у нас идет война. Вот эти ребята, которые сейчас сидят в ДНР и ЛНР, там затапливают шахты, грабят людей и вообще занимаются откровенным бандитизмом, списывая опять же все это на войну. Если этот договор будет заключен, если он будет подписан всеми, если на этот компромисс пойдут все, то эти самые ребята, которые сейчас списывают все на войну и ничего, кроме как воевать на самом деле не умеют, они должны будут заняться самым страшным. Они должны будут заняться чисткой канализацией, они должны будут заняться тем, чтобы приводить в порядок свои города, они должны будут заняться тем, чтобы на улицах было чисто, чтобы вот те самые люди, ради которых якобы они воюют, получали работу, ради того, чтобы в этот регион пошли инвестиции, ради того, чтобы люди зажили так, как они им обещали. И списывать это дело на войну не получится. А мирная жизнь, поход во власть, поход в политику, это одно из самых развращающих действий. И если люди, которые сейчас живут в Донецке, Луганске и прочих там, значит, Краматорсках, если они увидят с одной стороны, что вот эти люди, которые воевали и громко кричали о том, что они воюют против олигархов, за то, что они воюют, за то, чтобы было все прекрасно, просто не справляются, а они, уверен, не будут справляться с обычной хозяйственной деятельностью. А с другой стороны, я надеюсь на то, что Украина в течение этих трех лет экономически начнет активно развиваться, в том числе и благодаря соглашению с Евросоюзом, то через три года, на следующих, или через четыре года, на следующих местных выборах, мирным путем, все эти ребята будут просто выжаты. Если от этих территорий что-то останется, давайте... В каком смысле? Ну вот так в прямом смысле, потому что, вот смотрите, что происходило за эти несколько месяцев на оккупированных территориях. И что помешает им грабить так же, продолжать грабить. И всегда будут находиться причины, внешние причины, на которые будут просто срываться и винить. Плюс, окей, у меня еще один вопрос, Дмитрий, у меня вопрос телевидения. То есть, при особом статусе этих территорий, там, наверное, будет и особый статус насчет телевидения. Будут транслироваться все эти три года российское телевидение, Россия-24, НТВ и так далее, зомбироваться, вот эта информационная война будет продолжаться. Так я понимаю? Потому что они сами будут решать... Нет, немножко не так. Вот я тебе скажу так, как специалист, как телевизионщик, одна только мариупольская вышка, почему, ну тот же Царев откровенно говорил, да, почему нужен был захват Мариуполя. Первое, потому что в Мариуполе сосредоточены большие запасы зерна и нужно кормить зимой ЛНР и ДНР. А второе, он же сказал прямо, что в Мариуполе находится мощный радиотрансляционный передатчик, который накрывает все Приазовье. То есть, он добивает вплоть до Волновахи, но до Донецка не добивает, потому что там уже кряж начинается в Донецке, там город, грубо говоря, да. И, то есть, одна мариупольская вышка накрывает огромную площадь, транслируя свои передачи. Если, грубо говоря, в Славянске поставить такую же вышку, она легко и просто накроет всю Донецкую область оставшуюся, и люди, которые будут жить в Донецке, могут сами спокойно выбирать, что они хотят смотреть. Вопрос телевидения, мне кажется, не самый актуальный, самый актуальный. Ну как это не самый актуальный? Это самое мощное и актуальное оружие, которое без... И актуальное. Не нужно оружие, нужно только лгать три года, и Донецк или оккупированная территория станет Россией. Нет, 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 нет. Когда тебя в условиях... Я бы все-таки не преувеличивал. Во-первых, я еще раз говорю, это актуальное, то есть, я не спорю, да, но я говорю, что это не самое актуальное. То есть, когда и если тебя три года подряд грабят, а твои родственники, живущие в Киеве, условно говоря, они же все равно будут общаться, будут говорить, что их никто не грабит, да, то что бы тебе не показывали по телевизору, ты будешь понимать, что у тебя там воды, например, нету все сутки, а там вода есть. Ну, то есть, все равно... Дмитрий, я не соглашусь, потому что Украина до этого жила, как она живет, был совсем другой мир в центре и на западе, согласитесь, на востоке всегда люди жили беднее, с большими проблемами и так далее, но они смотрели телевидение, которое им лгало, что там есть вода, понимаете, или что там нету воды и так далее, и они все это проглатывали. В конце концов, причина войны, по большому счету, это промывание мозгов. Не было бы телевидения российского, не было бы войны на Донбассе, вот и все. Это источник конфликта на самом деле. Потому что люди, согласитесь, огромная масса людей на Донбассе, они брали, условно говоря, вилы в руки из-за того, что они верили в ту чушь, которую им преподносили российские СМИ. Окей, очень простой вопрос. Этот вопрос, который я всю неделю задаю в дискуссиях в интернете, готовясь к этой программе, я этот вопрос на самом деле задаю всем. Какой выход? Вот что вы можете предложить? Давайте, хорошо, мы отметаем это соглашение, мы не идем на компромисс. Что дальше? Ну, смотрите, в контексте санкций и помощи вооружения от НАТО, войск НАТО, я так понимаю, и в контексте того, что вы видели, как изменилась риторика сейчас кремлевских СМИ. Ушли слова киевская хунта, нету таких вещей, как Новороссия, ДНР, ЛНР и так далее. То есть мы понимаем, вот я читаю сейчас немножко русские СМИ, вот не про кремлевские, да, оппозиционные. Я понимаю, что сейчас назревает или уже назрела, уже огромнейшая проблема несет Российская Федерация. Я думаю, что вот только начинаются объективные, вот объективные не причины, а вот реалии экономики России. Глава крупнейшего банка Российской Федерации признал, ситуация даже хуже, чем в санкциях написано, да. Курс доллара повысился до 38. Да, поставил сегодня рекорд. Да, и это только начало. И говорят о том, что 50-60 рублей это легко могут быть. Не за горами, да. Не за горами. То есть это полный провал. То есть еще пройдет месяц-два, и Майдан будет уже в России. Жень, вот смотри, я все-таки попробую отстоять свою все-таки точку зрения. Ровно, ну вот такими доводами. Я понимаю, что я понимаю, я вижу, я тоже в общем в информационном потоке. Более того, я там так или иначе общаюсь, например, с журналистами НТВ. Я, в общем, понимаю какие-то вещи. И я понимаю, я вижу яркое и сильное влияние санкций на Российскую Федерацию. При этом я хочу тебе сказать, что первое, Российская Федерация это та страна, которая может голодать, да. Но кричать «Крым наш». И, ну скажем, санкции могут дойти до сознания и живота от каждого россиянина достаточно нескоро. Это первое. То, что касается помощи НАТО, которая идет вяло и мало, и, ну, очень плохо, будем говорить прямо, да, то я опять же скажу, на той стороне войска в полтора миллиона человек. Эти ребята, если захотят, они, ну вот, собственно говоря, как всегда это было, они просто нас трупами закидают. То есть противопоставить полутора миллионному войску в случае его вторжения мы не можем ничего. И это тоже надо говорить прямо. Будут жуткие потери. Дмитрий, вы превышаете цифры. Полтора миллиона армия – это оборонительная армия. Это если вы будете считать всех призывников, всех, да. Но они, наступительной армии такой нету в России. Я слышал последние. Да, около 100 тысяч. 100-120 тысяч – это, ну, настоящие военные, которые реально могут воевать. Я говорю о том, что, я говорю о том, что военный конфликт, открытый военный конфликт с Российской Федерацией мы не выдержим. Это правда. То есть мы побеждали этих ополченцев, мы побеждали всю эту бандву. Но как только 24 августа Российская Федерация ввела часть своих войск, небольшую часть своих войск, украинская армия сразу же начала терпеть поражение. Но это же надо, ну, давайте… Ну, это понятно, да, да, да. С этим не поспоришь, конечно. Тут не надо с этим спорить. И если Российская армия ведет большую часть своих войск, мы потерпим поражение однозначно. Значит, учитывая всю эту историю и возможность полного поражения в условиях прямого военного конфликта, мы должны каким-то образом избежать этого прямого военного конфликта. Избежать мы его можем только путем заключения мирного соглашения, а значит, путем неких уступок. Я понимаю, да. Российская Федерация идет на огромные уступки только тем, что она… Она вообще не идет ни на какие уступки. Для нее это выход перестать воевать. Потому что, насколько я понимаю, Путин сам уже не хочет воевать. Я очень мало верю в то, что он хочет открытую войну. Он этого не хочет, это невыгодно, это развал Российской Федерации, это точно. Для него нужна зацепка, чтобы он уступил ради кого-то, чтобы не было лицом в грязь. Согласен, но мы же должны дать ему эту зацепку. Мы не можем переть буром, не давая никаких зацепок, если мы не дадим. Ситуация ровно такая. Дмитрий, вы ведь не верите в то, что вот это решение Порошенко или уступка – это удовлетворение для Российской Федерации. Типа, они воевали, они свою армию ввели в военное положение ради того, чтобы Донецкая и Луганская часть территории имела какой-то особый статус. Это ведь, ну, конечно. Не удовлетворение, я согласен. Так я ровно про это и говорю, что заключение мира – это уступка со всех сторон. Это та ситуация, когда обе стороны из-за стола, или там все стороны остаются из-за стола перегорок, неудовлетворенными. Я, как украинец, тоже чувствую себя неудовлетворенным. Российская Федерация чувствует себя архи-неудовлетворенной. А уж как неудовлетворенные эти все ребята из ЛНР, ДНР, вообще представить себя страшно. Я сомневаюсь, что это будет заключено, но если этот договор будет подписан, это самый лучший выход из ситуации на данный текущий момент. Окей. Ну, подождем. У нас есть несколько дней, и посмотрим, к чему это все приведет. Давайте немножко поговорим о коммунистической партии. Вот Центральная избирательная комиссия зарегистрировала коммунистическую партию на внеочередные выборы депутатов Верховной Рады. Соответствующее решение было принято на заседание ЦИКа, передает украинские новости. Всего в избирательный список КПУ включено 250 кандидатов. Возглавляет партийный список лидер политической силы, конечно же, Петр Симоненко. Депутаты Рады Адам Мартынюк, пенсионер Екатерина Самойлик, сотрудники, ну и так далее. Я их не буду все перечислять. Как сообщалось, 29 августа КПУ в ходе первого этапа 48-го внеочередного съезда в пятницу в Киеве утвердила предвыборную программу перед внеочередными парламентскими выборами. Вот как вы смотрите, вот две партии, Коммунистическая партия Украины, партия регионов, я так понимаю, она рассыпается, не идет. Но те люди, которые были в партии регионов или лица, первые лица ее, они организовали там какой-то... Оппозиционный блок. Это Тегибко, оппозиционный блок, да? Не-не-не, у Тегибко сильная Украина. А, вот-вот-вот. А там, а там оппозиционный блок. Ага, вот расскажите немножко о них и что вы знаете, и вообще какие есть шансы. Так, какие расклады. Давайте я начну с общих раскладов, и мы сразу поймем, о чем идет речь. Значит, буквально по сегодняшнему опросу, из тех, кто придут на выборы, таких уже на данный момент почти 50%, и 30% еще скорее всего придут на выборы, я думаю, что явка будет достаточно высокая. Я так думаю, что где-то 20% не придет на выборы, то есть где-то мы процентов 80%, а это архивысокая явка, мы наберем на этих парламентских выборах. Так вот, из тех 50%, которые уже точно придут, за блок Петра Порошенко собирается голосовать 27%, ну я сейчас округляю, да, но 27% опрошены. За радикальную партию Ляшка 8%, за гражданскую позицию это у нас Гриценко, да, почти 5%, за Батькивщину тоже там почти 5%, но гражданская позиция 4,8%, Батькивщина 4,7%. Народный фронт это у нас Яценюк, Турчинов и компания, да, значит там 3,3%, сильная Украина, Тегибка 2,8%, свобода 2,6%, и вот это самое КПУ 2%, да, ну и там дальше идет самопомощь 1,3% и партия регионов 1,2%. Значит, я это все к чему? Ну, во-первых, все эти расклады поменяются. Скорее всего, блок Петра Порошенко будет терять свои проценты, буквально потому, что опрос сегодняшний в списке вывесены, доведены были до общественности буквально тоже сегодня, окончательные списки. И вот эти самые окончательные списки очень сильно вывели из себя многих, большую часть общественности, списки Петра Порошенко в первую очередь. Дело в том, что по этим спискам, от Петра Порошенко будут идти, во-первых, сын Петра Порошенко, и во-вторых, его отец. Кроме того, значит, по его же списку, я сейчас не помню точно по списку или по мажоритарке, но в общем, привязкой к Петру Порошенко будут идти аж 4 балоги, или балоги там, как закарпатские называют. Это тоже еще те клоуны. В общем, вот эти лица, особенно, значит, новая семья, да, в политике. Хотя, нет, ну хотя отец Порошенко, он всегда, значит, активно принимал участие в политической деятельности. Но сын, он ведь тоже депутатом был, нет? Нет, это у Януковича два сына, да, были. И вот этот факт сейчас возмутил многих, и сейчас блок Порошенко, я думаю, что к следующей буквально неделе потеряет довольно серьезную, довольно серьезное количество голосов. Эти голоса, скорее всего, перейдут к Народному фронту. И вообще, я думаю, что Яценюк будет набирать серьезную поддержку. У него очень сильная команда. Ну и у него яркие лица, согласитесь. И очень сильная команда, и яркие лица. Единственное, плохо, конечно, что Яценюк все-таки, условно будем говорить, он принадлежит к партии войне. Вообще, партия войны в будущем парламенте будет иметь абсолютное большинство. То есть, если блок Порошенко даже условно наберет те же 25%, на которые он сейчас выруливает, то партия войны это и радикальная партия, и гражданская оппозиция, и батькивщина это партия войны, и Народный фронт это партия войны. То есть, и свобода, безусловно, это партия войны. То есть, вот эти все ребята, они все-таки, вот, они примерно твою позицию занимают, да, давайте воевать до конца. Нет, подождите, подождите, это не моя позиция. Я просто задаю вопросы, я против войны, друзья. Я не за то, чтобы воевали, нет, но просто я критически подхожу тоже к моментам, которые, ну, альтернативе. Потому что не всегда кажущаяся, кажущаяся альтернатива мирной, она есть таковой, понимаете? Потому что, смотря на вот те, на вот те тенденции, которые происходят при наличии ДНРовцев на территории, для меня война, мне кажется, она там неизбежна. Просто это не будет АТО, но люди будут гибнуть, и люди такие, как Дудник и прочие, они просто не будут иметь возможность жить на той территории. Они будут вынуждены эвакуироваться, потому что их просто грохнут. Понимаете? Вот таким людям, как Дудник, надо тоже идти во власть, на самом деле, о чем я вот ему... Ну, я понимаю, но таких очень много, не все во власть пойдут. И надо брать решение проблем в свои руки, они неким образом уклонятся от этой ответственности. Я еще раз говорю, что, ну, самое положительное вообще во всей этой истории, что кроме КПУ и партии регионов, которые набираются в общем, там, одни-два, другие 1,2%, да, вообще все, абсолютно все, это проевропейско настроенные силы. Абсолютно проевропейско, да, то есть уникальная ситуация. То есть они смогут сработаться, да? Я уверен, что да. Я уверен, что по ключевым позициям, по ключевым положениям эти силы будут как-то вести некую общую политику. Будут, конечно, будут и торги, будут очень много всяких проблем, но у нас вот очень такая уникальная ситуация, в отличие, скажем, от российских демократов, да, там ведь как, там каждая партия считает только себя правами, каждая партия выносит только свою позицию и гнет только свою линию. В конечном итоге сейчас мы из российских демократов вообще не видим никого. У нас сейчас идет довольно жесткое противостояние внутри, ну, такое, по партийной линии, да, между тем же Порошенко и тем же Яценюком, да, между Порошенко и Батькевщиной, между Яценюком и Батькевщиной, но при этом на публичном уровне, когда речь идет о каких-то глобальных вещах, эти люди, Порошенко и Яценюк, Порошенко и Турчинов, Луценко и Тимошенко, они выходят и всегда заявляют общую позицию, общее видение развития Украины, общую ситуацию. То есть, несмотря на какие-то... Имеется в виду проукраинскую, проевропейскую. Проукраинскую, проевропейскую. Несмотря на тактические расхождения, несмотря на разницу в некоторых взглядах, стратегически наши лидеры, они имеют общие взгляды, и это несомненно положено. Ну, может что-то похожее и будет в Украине, как вот здесь, в американской политике, да, мы имеем две громадные партии, демократические, демократы и республиканцы, скажем так. Но обе эти партии, патриоты одной страны, возможно, имея какие-то тоже тактические другие решения, но стратегически они очень едины, особенно если касается войны или вот сохранения независимости территорий и борьбы с терроризмом. Ну, хочется верить, чтобы так было, чтобы наконец-то депутаты думали о стране в целом, а не о своих бизнес-каких-то проектах. Нет, давайте не будем... Хотя, Дмитрий, вот Коломойский, последняя минута, вот Коломойский как-то, все-таки это бизнес-человек или его люди будут в парламенте? Вот что-то слышно, потому что тот же Ярош с правого сектора, он идет как мажоритарщик. Да, мажоритарщик, да. Коломойский, безусловно, будет представлен в парламенте, Коломойский спонсирует определенные силы, Коломойский, безусловно, первую голову в бизнесмен, но это тот бизнесмен, интересы которого, личные интересы которого совпали с украинскими интересами. Хорошо, это был Дмитрий Комаров в проекте Комаров Шоу. Спасибо, Дима, за то, что очередной раз у вас получилось быть с нами, было интересно, храни вас Бог, пускай будет мир в Украине, услышимся на следующей неделе, а может быть что-то такое произойдет, что и на этой как-то созвонимся. Да, дай Бог, спасибо вам и до следующей встречи. Пока. Ну что, друзья, время очень быстро бежит, на наших часиках 11.56 пришло время нам прощаться. Сегодняшний эфир программы «Я так думаю», он будет немножко короче, я буду с вами до 12 часов, поэтому через несколько минут распрощаюсь с вами, но программа «Я так думаю» не заканчивается, у меня есть для вас очень интересная запись Петра Новочехова, он был однажды у меня в программе, в прямом эфире, и я, кажется, я знакомил с его передачей вас несколько раз, он пишет передачи «Настоящая жизнь христианина», вот, и одной из такой передач я бы хотел вам поделиться сегодня после 12 часов, поэтому вы не переключайтесь, я уверен, что это будет интересно для вас, назидательно, вот, и мы сможем, может, даже об этом поговорить на следующий раз. Хочу напомнить вам о компании «Голден Эйдж Стоун». Эта компания изготавливает облицовочный камень различных видов и цветов для облицовки домов снаружи и также внутри стен и каминов. Также компания изготавливает подоконники, блочки, которые устанавливаются вокруг гаражных дверей и окон, светильники, плоские плиты для каминов, плиты, которые над камином цепляются, вот, плиты под конус для заборов, а также мы делаем кэпы для ворот и почты. Компания «Голден Эйдж Стоун» в бизнесе уже более 10 лет. Если вы заказываете камень на 100 скверфитов и больше, то доставка на дом по Портланду и Ванкуире бесплатная. Звоните по телефону 360 521 08 18. 360 521 08 18. Компания «Голден Эйдж Стоун». Ну, а если вам нужно положить вот камень, установить его, то звоните по телефону 503 334 73 27. Звоните Петру. Профессионалы очень быстро, качественно, красиво установят вам камень внутри дома или снаружи. 503 334 73 27. 503 334 73 27. Если вы думаете вот как-то приукрасить свой дом, вот хочется какой-то ремонт сделать и какую-то композицию из камня сделать, это как раз для вас большая возможность сделать недорого и очень красиво и качественно. Компания «Голден Эйдж Стоун» и также Петр по установке камня. Хорошо, друзья, еще напомню вам о компании «Сайберони». Компания «Сайберони» изготавливает пельмени и вареники высокого качества, приобрести которые вы можете в русских магазинах нашего города и не только нашего. Пельмени компании «Сайберони» продаются и в других штатах и городах, включая восточное побережье Соединенных Штатов. Заходите в магазины и спрашивайте, где самые вкусные пельмени от компании «Сайберони». Зачем вам учиться лепить, ведь можно дешево купить. Компания «Сайберони» 503 853 11 76. Вы можете купить оптом, ящиками, если у вас большая семья. Если хотите это сделать, звоните по телефону 503 853 11 76. Ну а на этом я буду с вами прощаться, дорогие друзья. Напоминаю, вы слушали программу «Я так думаю» с участием Евгения Волосевича. Программа выходит каждый день с понедельника по четверг с 10 утра до часу дня. Даст Бог, услышимся завтра в 10 часов утра. Кухаемся, друзья! Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что редакция «Русского радио 7» не несет ответственности за содержание рекламных роликов и программ, которые звучат в эфире. Радио 7 Русское радио Рабочие травмы, падения и автоварии всегда имеют последствия. Это головные боли, боли в спине и шее, и их нельзя оставлять без внимания докторов. В Граффиле Хиропрактик клиники профессиональные доктора окажут своевременное и правильное лечение. Обращайтесь по адресу 16248 Норд-Ист-Клисон-Стрит, Портланд, Орегон, 97230. Телефон 503-255-5522. Говорим также по-русски. Не откладывайте свой визит надолго. Граффиле Хиропрактик клиник 503-255-5522. Каждую пятницу с восьми утра слушайте информационно-музыкальную программу «Бодрячок» на русском радио 7 с Соломоном. Слава Крюшник Альми проводит набор учеников на новый учебный год с поискового до восьмого класса. Школа с углубленным изучением русского и английского языков. Как важно иметь всестороннее развитие, добрую атмосферу, понимание учителей и солидарность родителей. Скорный автобус довезет вас от дома до школы. Я люблю мою школу и советую вам окнуться в мир знаний Славянской Христианской Академии. Мы находимся в Ванкувере, Портланде и Грешино. Родители звоните 360-609-3048 или пишите www.sovicacademy.com Шашлычница для ленивых. Что ты сказал? Да-да, шашлычница для ленивых. Шампура сами переворачиваются и жарят кусочки мяса сами. Шашлычок в 10 раз сочнее и мягче, никогда не подгорает. А вы этим временем играете в футбол или загораете на солнышке. Звоните 503-750-96-63. 503-750-96-63. Зачем ехать в Россию или Мексику для лечения зубов? Аксис Дентал побьет любые цены. Пломбы от 60 долларов, удаление от 70 долларов, коронка 480 долларов и так далее. Приходите, убедитесь сами. 360-852-2304. Спросите Стефана. 360-852-2304. Аксис Дентал. Вы еще не знаете, что уже нас любите. Радио 7. Уважаемые радиослушатели, Радио 7 не несет ответственности за содержание рекламных роликов и передач, которые звучат в эфире. Вы слушаете программу Петра Новочехова «Нормальная жизнь христианина». Как в каждой капле отражается океан, так и в каждом событии в нашей повседневности отражается вечность. Задача этой программы – прикоснуться к вечности. Увидеть ее, разглядеть в повседневности, в обыденности. Недавно в Киеве сыграли скромную свадьбу, которая лучиком надежды засветилась в это трудное время испытаний. Сотрудник Киевского управления госслужбы по чрезвычайным ситуациям Леонид Быстрицкий женился на молодой женщине из Луганска – Виктории. Как бы ничем не примечательная история, но на самом деле здесь очень много значительного. Об этой истории рассказала Екатерина Копанева из издания «Факты и комментарии». Особенность истории этой заключается в том, что Виктория была беженкой, вместе с двухлетним сыном Сашей спасалась от освободителей, так называемых, из ЛНР. Леонид впервые увидел ее плачущей на скамейке вокзала и понял, что не может пройти мимо этой плачущей женщины, которая сразу вызвала у него симпатии. Я нерешительно отоптался на месте, думая, что ей ответить. Во-первых, действительно была поздновато, во-вторых, не мог же я так просто ее отпустить, молодая, беззащитная, города не знает, куда она пойдет. «Послушайте, у меня есть идея, решил себе предложить. Сейчас уже поздно, и вы вряд ли найдете себе жилье. Почему бы вам не остановиться на ночь у меня?» «У вас?» Как это удивилась незнакомка, и он понял, что вообще-то предложение прозвучало довольно-таки двусмысленно. «Умоляю, только не бойтесь», – стал он убеждать ее в том. «Я просто хочу помочь, не спать же вашему ребенку на вокзале, а утром пойдете в центр занятости, я вас проинструктирую». «Даже не знаю», – растерялась Виктория, – «неудобно как-то, зачем вам такая абуза?» «Да перестаньте», – наставил Леонид. «Посмотрите на ребенка, он вот-вот уснет. Поехали». Ну и та согласилась. Наверное, это выглядело совершенным безумием, рассказывала Виктория потом, потому что, представьте себе, подходит на вокзале абсолютно незнакомый человек, предлагает поехать к нему домой, и я соглашаюсь. Но Леня с тем своим видом почему-то внушал доверие. Наверное, сыграло роль и то, что он был в форме. Это подкупало. Ну и потом у меня был телефон, всегда можно позвонить, 102, это телефон милиции. Почему-то решила, что Леня человек семейный, и боялась, что его жене все это не понравится. Но оказалось, он жил один, в служебной квартире, извиняясь за беспорядок. Тут же он засуетился, разложил диван, приготовил ужин. Сашенька, это ее сын, лишних вопросов не задавал, оказавшись на диване, сразу уснул. А мы с Леней, говорит она, полночи сидели и разговаривали. Я рассказывал обо всем, что нам пришлось пережить в Луганске, и как ни странно, чувствовала облегчение. Наверное, мне надо было кому-то излить душу. А Леня так внимательно слушал, после чего взял листок бумаги и написал мне подробный инструктаж, что и когда я должна делать. Встать на учет в Центр занятости, зарегистрироваться как беженка. Я бы хотел пойти с тобой, но мне завтра с утра на работу, сказал он, извиняюсь. Но ты, если что, звони, если нужно будет, я отпрошусь, приеду. От переполнявшего меня чувство благодарности я чуть не расплакалась. Так, рассказывает Виктория. Но, как и положено рождественским историям, история знакомства беженки из Луганска и парня из Киева закончилась хэппи-эндом, они влюбились друг в друга и поженились. Да, это сюжет, достойный голливудского сериала. Почему бы нет? Может быть, украинцы сделают такой фильм к Рождеству. Но в этой истории, на что я хотел обратить внимание, помимо того, что это светлый лучик в этот период, тяжелый период испытаний, выпавших на долю украинского народа, в этой истории очень хорошо проявилась такая черта мужского характера, которая и делает мужчин мужчинами, делает их привлекательными. Но, правда, со временем начинает женщин раздражать почему-то. И это важная черта мужского характера, это стремление тут же решить проблему, стремление защитить слабого, помочь тому, кто попал в беду, увидеть проблему и найти решение. Любопытный эпизод этой встречи обратили ли вы внимание, внимательно выслушав Вику, Леонид тут же составил для нее список, написал инструктаж, куда пойти, когда и что делать. Это классическая мужская реакция на ситуацию проблемы. Кто-то сравнил мужской ум или мужское поведение с поведением охотничьей собаки. Как только она чует дичь, она тут же устремляется к ней, пока не схватит, не остановится. Так и мужской ум устроен. Когда он чует проблему, он тут же стремится в погоню и пытается настигнуть проблему и найти пути ее решения. Классическая мужская реакция. Мужчины, похоже, так и были задуманы Богом, как существа, решающие проблемы. А, к сожалению, многие женщины упускают из виду этого особенность мужской натуры. И они начинают ожидать от своих мужей то, для чего те просто не были созданы. Например, как выслушивать по долгу, эмоционально выражать сочувствие, не давая при этом никаких советов. То есть, фактически, от охотничьей собаки, напавшей на след, ей дают понюхать след, но при этом держат ее очень строго на поводке, не позволяя ей стремиться за целью. Вот примерно то же самое испытывает мужчина, когда жена рассказывает ему о своих проблемах, делится ими. И первое, что ему хочется, конечно, рвинуться сразу в бой и найти решение, дать совет, как нужно поступить. Но это то, чего женщины не хотят, как правило. Нет, конечно, им это нравится. И в этом случае с Викой она была счастлива от того, что тут нашелся мужчина, который сумел помочь ей по-настоящему. Не просто послушал, знаете, а именно помог по-настоящему. И в жизни, к сожалению, не то, что к сожалению или к счастью, просто в жизни очень часто бывает по-другому. Экстремальные ситуации не всегда бывают, скорее всего, даже редко бывают. То есть вот эта способность мужского ума не всегда бывает востребована женщинами. И в условиях благополучной жизни женщины часто страдают от надуманных проблем, от искусственно созданных осложнений в отношениях, от всего того, что мужской не способен понять как проблему. Мужчине кажется, проблемы вообще не существует или она существует только в воображении жены и поэтому они не в состоянии отреагировать должным образом. Правильно. Женщины часто жалуются, да мне не надо, чтобы он сразу давал советы, я хочу, чтобы он просто меня выслушал, просто посочувствовал мне. Но тут вот в этом то и проблема, что мужчины не созданы для того, чтобы просто посочувствовать, они созданы для того, чтобы действовать. Чувства, эмоции это мир женщин, мир мужчин это действие, action. Конечно, мужчины тоже способны и выслушивать, и выражать сочувствие, и это хорошо видно и в этой истории с Леонидом и Викой. но способность или потенциал мужского характера на то, чтобы сочувствовать, жить в этой атмосфере чувств, он ограниченный. Это можно сравнить, как, допустим, рыба живет в воде, но человек не живет в воде, он может плавать, он может нырнуть, если хороший пловец, ныряльщик, он может продержаться там несколько минут даже под водой, но вообще-то он живет вне этой стихии, рыба живет в воде, так, если сравнивать воду с чувствами, женщина живет в воде, она находится в ней, это ее атмосфера, это ее стихия, в которой она живет, но мужчина, он не может в воде жить, он может находиться, но ему нужно дышать воздухом, ему нужно дышать воздухом идей, действий, конкретных мыслей, планов, решений, а чувства это только то, что отчасти ограниченно способен выражать или находиться мужчина, вот почему в браке у многих людей, даже когда брак начинается так же счастливо и хорошо, как у Лени с Викой, в браке могут начаться проблемы именно из-за того, что жена ожидает от мужа того, ради чего вообще мужчины не были созданы. Нельзя этим злоупотреблять. Момент первой встречи, серьезность, проблемы настроили тогда Леонида на внимательный лад, он мог полночи слушать Вику, тем более, что он влюбился в нее, похоже, с первого взгляда, а когда человек влюблен, в общем-то, очень старается, особенно первое время, но опять же, у него есть определенный ресурс, определенный потенциал, и если слишком быстро исчерпать его, то наступает момент, когда мужчина просто не в состоянии продолжать жить в этой атмосфере, в стихии чувств. Итак, он понял, есть реальная проблема, вот она, одинокая женщина с ребенком потеряла дом, работу, близких, не знает, где жить, он готов ее слушать хоть всю ночь, для чего? И для того, чтобы помочь ей, для того, чтобы можно было конкретно понять, что нужно сделать для нее. но у меня есть опасение, что если Вика в будущем будет снова и снова ожидать от Леонида внимательного выслушивания всех ее ощущений и эмоций, у них вскоре начнутся серьезные проблемы. Ну, нельзя охотничью собаку все время держать на привязи, если дать ей понюхать след дичи, нужно позволить ей устремиться туда, но нельзя мужчин все время держать на привязи, не позволяя им действовать, давая им только возможность выражать чувства, сочувствие, понимание. Не для этого мужчины были созданы. И в том числе, даже если мужчина становится христианином и переживает и присутствие Божьего Духа и становится во всех отношениях в общем прекрасным человеком, даже в этом случае его природа не меняется, он по-прежнему создан для решения проблем. И хотя у него есть новое сердце, обновленное Божьей любовью, Божья любовь в мужчине по-прежнему проявляется в том же, она дает ему еще больше силы и способности решать проблемы. Если женщине, вот почему, кстати, женщине важно иметь подругу, важно иметь подруг, потому что именно там, в среде подруг настоящих, конечно, искренних и добрых, женщина сможет найти необходимое для нее и сочувствие, и понимание, и эмоциональную поддержку. Ну а потом обратиться к своему мужу за тем, чтобы эта проблема, если это действительно проблема была по-настоящему решена. Вы слушаете программу «Нормальная жизнь христианина» у микрофона Петр Новочехов. Сейчас в Украине много очень поводов для проявлений мужского ума, именно этой способности видеть, находить проблему и решать ее. Проблем чрезвычайно много. Продолжается тяжелая война со все более откровенным участием российской армии на стороне сепаратистов, фактически уже даже, хотя это и довольно давно началась тенденция, но сейчас уже совершенно очевидно, что сепаратисты не играют значительной роли в этом конфликте, а основную роль играют российские военные. Особенно цинично в этой ситуации звучат слова российских военных, пытающих пленных украинцев. Как ты посмел убивать мирных русских жителей на Донбассе? Потому что довольно часто эти слова произносятся с тяжелым кавказским акцентом. Кажется, Сталин говорил о себе, я человек русской культуры. Много таких человеков в русской культуре сейчас выжигают огнем донбасские поселки и городские кварталы. Трудно сдерживать эту орду. Зарождаются сомнения, стоит ли вообще воевать с ними, рисковать своими жизнями, защищать землю, жители которой особо и не испытывают благодарности за то, что кто-то отдает свои жизни за них. Ну и плюс еще бездарное руководство украинской армии, отсутствие политической воли к очищению украинской власти. Ведь до сих пор никто из высокопоставленных разжигателей войны так и не привлечен к ответственности. Хотя и на украинской стороне таких людей достаточно. Некоторые из них даже сейчас снова пытаются, претендуют на то, чтобы быть избранными в новый украинский парламент. И в этом случае, как и обычно, надежда на людей подводит. Если украинские воины сражаются только за людей, они будут глубоко, жестоко разочарованы. Люди не помнят вечно. Слава человеческая, как трава, говорит Библия. Пройдет какое-то совсем небольшое время, и все это исчезнет, забудется. Громкие слова забудутся. Даже уже внуки забудут тропинку к твоей могиле. Ты смелый, самопожертвенный солдат, проливающий свою кровь, но вот в чем досада, не будут помнить тебя вечно. Очень скоро забудут. Ну может быть на каких-то великих мероприятиях, и то это будет все в общем, не конкретно. Надежда на людей обманывает нас, не оправдывается. И самое досадное, как экклесиаст говорил, что самое досадное, что даже твоими усилиями, как бы твоими плодами будут пользоваться другие, и люди, принесшие себя в жертву, на самом деле, не воспользуются, даже их близкие плодами их жертв, а скорее всего, это будут довольно часто недостойные люди, негодные люди. Ради чего тогда сражаться? Стоит ли так жертвовать? это серьезный вопрос. Конечно, многие люди просто вынуждены это делать, но я думаю, все равно это принципиально важно верить и понимать, куда ты идешь, на что ты идешь, ради чего ты все это делаешь. Совсем недавно кто-то поместил такую зарисовку с натуры, женщина, христианка, ехала в поезде, в электричке, там было два солдата, молодых украинских солдата, похоже, возвращающихся снова на фронт, и они громко разговаривали, и видно было, они ведут себя как бы вызывающе, пытаясь привлечь внимание к себе, эй, народ, да посмотрите на нас, мы едем в зону смерти, и скорее всего мы оттуда уже не вернемся, вообще вам есть какое-нибудь дело до того, что есть люди, отдающие свои жизни для того, чтобы вы могли спокойно и мирно жить, они громко разговаривали, и шумели, и она поняла, она рассказывает, я поняла, что нужно хотя бы какое-то действительно внимание оказать, и она набралась смелости, встала и громко на весь вагон обратилась к людям, друзья, здесь рядом вот молодые ребята, которые рискуют собой, своими жизнями для того, чтобы мы могли продолжать мирно жить, давайте выразим нашу любовь и благодарность, и народ зааплодировал ребятам, их стали благодарить, и у кого-то навернулись слезы, даю самих ребят, как-то все изменилось сразу, их лица, это напускная, знаете, такая, ну, напускной это все ушло, и это нужно людям, это нужно солдатам, то, что мы понимаем, что их жертвы не напрасны, что они действительно очень многое делают для людей, живущих мирной жизнью, для солдат это чрезвычайно важно осознавать, но этого мало, только этого все же недостаточно, потому что нужно что-то большее, что имеет вечный характер, знаете, нужно увидеть вечность в этих событиях, понять, какую роль моя жизнь, какое место ее в свете вечности, и здесь чрезвычайно необходимо нам Божье слово, вот что Библия говорит о солдатах, тех, которые сражаются за Божий народ, за людей по воле Божьей, так было например во времена царя Давида над Израилем, когда нависла угроза со стороны полчищ Востока, то военачальник Давида Иоав сказал перед битвой полководцу о весе «Будь мужествен и будем стоять твердо за народ наш и за города Бога нашего, а Господь сделает что ему угодно». Это 2-я книга царств 10-я глава 12-й стих. Я хотел обратить внимание, ключевое здесь не просто будем стоять за народ наш, за семью нашу, как обычно люди говорят. Я сражаюсь за друзей своих. Это безусловно важно, но важно, чтобы еще было что-то вечное за города Бога нашего, за народ Бога нашего, за имя Бога нашего. Опять же, это не то, что святая священная война. нет. В этой войне защищаются обычные люди, защищается возможность им мирно жить, что особенно хорошо сейчас видно на примере Мариуполя, жители которого увидели, до чего доводит война. И меньше всего они хотят, чтобы кто-то их сейчас освобождал, какие-то представители так называемого русского мира. Нет, они сражаются действительно за людей. Это да, очевидно, но плюс еще нужно понимать, во имя Бога нашего. И пусть Бог сделает то, что ему угодно. Здесь для христиан эту мысль очень хорошо передал апостол Павел в послании Колоссиным в 3 главе 17 стиха он пишет так, «Все, что вы делаете словом или делом, делайте все во имя Господа Иисуса Христа, как для Господа». Благодаря через него Бога и Отца. Смотри, и дальше он начинает перечислять все, действительно, все, что вы не делаете, все. «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе». То есть, как если бы вашим мужем был Христос, женщина, христианка, относитесь к нему так. «Мужья, любите своих жен, и не будьте к ним суровы». «Мужчины, братья, как если бы ваша жена была воплощением, женским воплощением Иисуса Христа, относитесь к ней так, любите её так, как любите Христа. Дети, будьте послушны родителям вашим во всём, ибо это благоугодно Господу». То есть, дети, относитесь к вашим родителям, как если бы вашим отцом был Христос, если бы вашей матерью было воплощение, женское воплощение Христа. То есть, относитесь к ним как к Христу, как к самому Богу. Отцы, не раздражайте детей ваших, чтобы они не унывали. Отцы, воспитывайте ваших детей так, как если бы вашими детьми ваши дети это был маленький Иисус Христос, как в своё время когда-то он жил и рос в Назарете в послушании у своих земных родителей Иосифа и Марии. Так относите к своим детям родители, воспитывайте их, как будто бы вам Бог поручил воспитывать своего Сына Иисуса Христа, ставшего Спасителем мира. Или дальше. Рабы, во всём повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служая им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога. В других текстах апостол Павел убеждает и Господ, вы не будьте жестоки к своим рабам, потому что и над вами есть Господин. То есть, как если бы вам прислуживал сам Иисус Христос, как вы бы к Нему относились? Смотрите, это полностью революционная перемена всего мира ощущения, всего сознания человека. Когда мы понимаем, что Христос не где-то там, далеко на небесах, Он здесь рядом, Он в наших близких живёт. В нашей церкви, когда мы встречаемся с братьями и сёстрами, вот здесь на лавочках сидят везде Иисус и Христы. Послушайте, ведь это даже слово «христианин», вначале это уже была насмешливая кличка, данная язычниками в Антиохии христианам. Это буквально, возможно, значит, маленькие христы, христосики. Они так пренебрежительно отзывались о них, а вот пошли маленькие христосики. А христиане приняли это как само название. Они согласились, да, хорошо, Христос живёт в нас, да, мы как маленькие христы, мы как воплощение Христа здесь на земле. Не сам Христос, но какое-то его воплощение. Они согласились с этим, они приняли это, потому что это суть христианской жизни. Ты не можешь жить христианской жизнью, если в тебе не живёт Христос, если нет духа от Бога. Это невозможно. И потому, и Павел и пишет Колосиным, «всё, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеком, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Это универсальный принцип. Он относится к любой деятельности, к любой форме деятельности христиан. Как надо работать, как для Христа, как надо относиться к близким, как к Христу, как служить церкви, как к Христу служить, и как сражаться на войне. Конечно, христианам-пацифистам, это кажется невероятным. Ну как? Христиане не должны брать оружие в руки. Идея эта, она не из Евангелия взята, не из Библии. Она взята скорее из гуманистических тенденций XVIII-XIX веков, идей просвещения, надежды на то, что человек существо такое распрекрасное, что греховная врождённая природа не разрушает человеческую личность так, что её невозможно восстановить, если не будет внешних воздействий или воскресения из мёртвых. И вот эти надежды на гуманистов, на прекрасную человеческую натуру, которую можно изменить, создать прекрасное светлое будущее, просто утопический мир счастья и всеобщего. И это как раз влияние оказало своё на протестантов, на баптистов, пятидесятников в Советском Союзе. Ну, плюс ещё, конечно же, и политические условия, потому что в советское время гораздо безопаснее было быть пацифистом, чем просто полноценным христианином, исповедующим всю полноту Божьего слова, потому что в Советском Союзе участвовать в войне, это значило, как правило, участвовать в безбожных, нечестивых, захватнических, жестоких войнах. Достаточно просто посмотреть на то, кого поддерживал Советский Союз. Например, Северная Корея, она поддерживалась Советским Союзом, а Южная Америка, и вот что мы сейчас имеем, какой результат. Поэтому, конечно же, как христианин, солдат, я бы предпочёл воевать в американской армии на юге Кореи, чем в советской армии на севере Кореи, потому что в одном случае американцы смогли помочь корейцам стать свободными и построить свободное, нормальное общество, которое живёт более-менее по Божьим законам, а в другом случае советский солдат помогал строить человека ненавистническое, это просто людоедское общество, которое до сих пор существует в Северной Корее. И это в целом, это характер просто был образ жизни, образ мышления советской системы. Почему в конце концов и вынужден был Рейган назвать её империей зла. И я понимаю, я понимаю, да, в советское время это было всё, естественно, на своём месте пацифизм, он избавлял нас от необходимости участвовать в нечестивых, злобных действиях империи зла. Но сейчас, когда украинцы сражаются за свободу и защищают свой народ, помогают людям, спасают их от беды, в этом случае, конечно же, пацифизм тем сильнее обнаруживают свою природу, которая укоренена не в Божьем слове, а в гуманистическом мировоззрении в надеждах на то, что люди все братья. Увы, к сожалению, не во всех есть вера, говорит апостол Павел тот же самый. И он же и говорит, что не напрасно представители власти носят меч. Не напрасно это значит для чего? Чтобы употребить этот меч когда надо, а когда надо его употреблять? Да вот сейчас на востоке Украины нужно употребить меч, чтобы восстановить мир, чтобы позволить людям нормально жить. Сейчас жители Мариуполя окапываются и пытаются сохранить мир в своем городе. Кто самый лучший помощник для них сейчас? Не те, которые разглагольствуют о мире, а те, которые носят меч. Начальник, Божий слуга, представитель власти, носящий меч по воле Божией, чтобы наказывать делающих злое и защищать делающих доброе. Сражаться нужно как за Христа, и это наиболее недостающий элемент сейчас, особенно если учитывать, что мы все выходцы из советского прошлого, и на нас по-прежнему это все влияет еще. и украинскому солдату очень важно понимать, что он сражается за Христа. И не в том смысле, что он ведет священную войну и обращает этих неверных к Богу. Нет, он защищает людей по воле Божьей. Понятно, что Христос не нуждается в оружии, чтобы защищать его, но точно так Христос не нуждается и в деньгах, и тем не менее мы работаем как для Господа, зарабатывая деньги, чтобы обеспечить свою семью. Когда в 1938 году Гитлер потребовал Чехию, то швейцарский немецкий богослов Карл Барт написал «Каждый чешский солдат, сражающийся и страдающий, делает это и ради нас, и скажи без сомнения, ради церкви Иисуса, которая при Гитлере и Муссолини либо уничтожается, либо отдаётся на посмеяние, но увы, тогда в 1938 году, несмотря на то, что промышленный и военный потенциал Чехословакии был очень значителен, уступал, конечно, немецкому, но всё равно был очень значителен, тогда чешский солдат, в этом смысле Карл Барт ошибся, чешский солдат не захотел сражаться, не стал, не стал сражаться ни за города, ни за народ не во имя Бога своего, не стал чешский солдат сражаться, почему? Потому что хотел мира. Желание мира хорошее, только в этом грешном мире самый лучший миротворец это сильная армия, руководимая достойными людьми. Особенно поддетски наивно звучали призывы ещё одного пацифиста тех времён Махадмы Ганди к немецким евреям, чтобы те своим непротивлением насилию покорили сердца нацистских палачей. Ну да, они покорили. Весь мир любит евреев, которые были уничтожены в газовых камерах. Вот это, кстати, характерно. Весь мир любит невинные жертвы, он, правда, и пальцем не пошевелит для того, чтобы эти невинные жертвы не стали таковыми. Чтобы защитить их. Людям гораздо проще любить невинные жертвы после того, как они стали жертвами. И в этом ещё одна отвратительная черта человеческой испорченной натуры. Такое словоблудливое излияние сочувствия, когда уже ничего нельзя сделать, когда уже совершилось непоправимое. И если бы не милость Божья, и если бы не вечность, которую Бог вложил в наши сердца, и если бы не воскресение в Иисусе Христе, то просто жить было бы невыносимо в этом мире. И слушать эти разглагольствования о мире, и о любви к миру, и о миротворчестве. миротворческие усилия европейских лидеров воспринимались Гитлером как слабость, заслуживающая презрение. Они только раззадоривали немцев. Любопытно, что это очевидно нам, мы все это видим перед своими глазами, начиная со школьной скамьи. Человеческая природа, она остается неизменной. Она такая же и у школьного гопника, который отнимает 20 копеек у младшего классника. И она такая же психология и у гопника, ставшего потом главой государства. Та же самая психология. Подонок пристает и обижает тех, кто слабее его, кто не даст ему сдачи, кто не сопротивляется ему так, что этому подонку становится самому больно. Подонок играет на публику, состоящую из таких же негодных людей, как и он. И все знают из опыта, просто детского, школьного опыта, все знают, чем заканчиваются попытки умиротворить такого хулигана. Вы дадите сегодня ему 20 копеек, завтра рубль, послезавтра 100 рублей, потом тысячу. Это никогда не прекратится до тех пор, пока не случится что-то по-настоящему серьезно. Лучшим миротворцем в школьном коллективе окажется в этом случае ремень отца, который прознав о проделках своего бестолкового сына, всыплет ему по первое число по его заднице с твердым обещанием повторить эту процедуру, если потребуется. Или другой вариант, когда решительные действия школьной администрации, исключение из школы, приведут к тому, что хулиган остановится. Или активное сопротивление сверстников, которые наберутся смелости и хорошенько поколоть от гопника. Или как вариант еще отчаянное поведение жертвы, которая, если это, например, слабый мальчишка, не способный противостоять этому амбалу, схватит табуретку, любое, что попадет под руку и разморжит голову гопнику. И тогда в этом случае все посмотрят на этого худощавого пацана с уважением. «Ты смотри, да он сумасшедший, лучше его не трогать». Но обратите внимание, никогда не помогают призывы к совести хулигана, к совести этого гопника. Призывы к совести обращаются к людям, имеющим действенную совесть, но не к тем, кто ею не обладает. И если сегодня где-то происходит резня например, как в Нигерии, где террористическая исламская организация Бока Харам убивает тысячи христиан, ну кто в этой ситуации оказался бы лучшим миротворцем? Президент Обама или его жена Мишель, которая на Твиттере обратилась к этим головорезам с хэштегом «Bring back our girls, верните назад наших девочек». Ага, так они и вернули. Надо было наверное еще на Фейсбуке попостить госпожа Обама. Пожалуй, эти школьницы, 276 похищенных школьниц христианской школы, получили бы большую помощь, если бы в действие включился американский спецназ сил, который в свое время отправил на суд к всевышнему террориста номер один Усаму бен Ладена. Да и жителям Мариуполя, которые сейчас осаждены, окапываются против этих освободителей в кавычках из России, гораздо было бы приятнее увидеть трехтысячный десант американских морских пехотинцев в сопровождении американской авиации, чем всех вместе взятых представителей миротворческих организаций мира, Amnesty International, Human Rights Watch, ЕС, он, все-все вместе взятые, глубокомысленно выражающие свою озабоченность. Горе-миротворцы. Лучший миротворец это сильная армия. Если бы Украины было ядерное оружие, если бы Украины была сильная армия, то даже такой бессовестный, беспринципный, коварный человек, как Владимир Владимирович Путин, не решился бы начать войну. Он бы знал, что ему тут же дадут сдачи. Кровь чаще льется под безответственное разглагольствование о мире. Так было, к сожалению, так будет и впредь, по предсказанию апостола Павла, когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно настигнет их гибель, как мука родами постигает имеющую в очреве и никак не избегнут. Это первое послание Фессалоникийцам, 5 глава. Ну, увы, вот уже две тысячи лет, как известны эти все истины библейские, но мало что меняется. Природа человека такова, что он как можно дольше оттягивает радикальные действия, он рубит хвост кошки по частям, и как итог, страдание крови проливается гораздо больше, чем если бы с самого начала все агрессоры сталкивались с решительным противодействием. Как тогда, в 1938 году, Гитлер без боя, совершенно, легко взял под контроль чешскую армию, всю чешскую промышленность, одну из самых развитых в Европе на то время, и усилился очень многократно и еще больше утвердился в своих намерениях. Кто знает, если бы чехи сражались против Германии так же отчаянно, как финны сражались во время зимней войны 1939 года против СССР, Второй мировой войны может вообще бы и не случилось. В результате той возможной войны с Чехословакией Германия была бы ослаблена и разоблачена и изнутри Германии, и сам немецкий народ отрезвел бы от этих бесконечных трупов их сыновей возвращающихся домой в гробах. Будь мужествен и будем стоять твердо за народ наш и за города Бога нашего и Господь сделает, а Господь сделает что ему угодно, говорил военачальник Давида своему однополчанину, точнее другому полководцу израильской армии. Нам нужно понимать, что когда мы что-то делаем, мы это делаем не просто для своего народа, для себя, для своей семьи, защищая свой дом, мы это делаем также во имя Господа, как для Него, как будто за нашими, я думаю, если бы украинские солдаты сейчас понимали это, если бы они могли в это поверить всем сердцем, что они сражаются, как если бы за ними, за их спинами был сам Иисус Христос, сама Мать Мария, самое святое, что есть в их жизни, и они сражаются и защищают это. Сегодня я хотел бы повторить эти слова швейцарского богослова Карла Барта, только несколько видов изменив их, прилагая к сегодняшней ситуации. Каждый украинский солдат, сражающийся и страдающий делает это и ради нас. И скажи без сомнения, ради Церкви Иисуса, которая при Путине и его марионетках на Донбассе либо уничтожается, либо отдается на посмеяние. Вы слушаете программу «Нормальная жизнь» христианиного, программу Петра Новочехова. Я у микрофона сейчас. Завершить её я хотел бы фрагментом из современной культуры Украины. Испытания часто действуют очищающе на душу человека и всего народа. Книга Экклесиаста, 7 глава, говорит так. При печали лица сердце делается лучше. Несмотря на эту мучительную боль, которую испытывают сегодня украинцы многие, что-то происходит с их сердцами. Они очищаются, они как-то возвышаются. И вообще, когда человек жертвует собой, когда он рискует самым лучшим, что у себя есть, у него есть, отдаёт самого себя, ведь это то, что сделал Иисус Христос для нас с вами. Это уподобляет Его Христу. И это приближает Его к вечности, к вечному Богу. Как совсем недавно умерший литовский актёр Банионис сказал, повторяя слова своего учителя Юазоса Мельтиниса, «Не ищите в искусстве новое, ищите вечное». И вот в условиях испытаний, страданий, когда не от скуки люди пытаются изыскать что-нибудь новое, а когда они смотрят в глаза смерти или переживают, сочувствуют, сопереживают с другими, страдающими и близкими, в этот период душа человеческая очень высоко поднимается, происходит подъём настоящего искусства. Настоящая опасность для жизни, угроза смерти всегда приближают нас к вечности. Наши чувства обостряются, мы понимаем, мы осознаём, насколько временно, насколько всё незначительно в сравнении с вечностью. Мы понимаем, что мы стоим одной шагой в вечности. Слетает эта шелуха напускной религиозности, кажущиеся добродетели, остаются настоящие. Нам трудно уже легко, нам не так просто, легко разбрасываться словами высокопарными. Мы понимаем, что за этим что-то должно стоять, весомое, серьёзное. И действительно оно стоит. И слова приобретают другое значение. Потому что вечность, вот она, вот она на пороге. Ты не знаешь, когда прервётся твоя жизнь. Это может произойти в любую минуту, и что-то меняется. Сильно меняется. Как никогда прежде человек ищет Бога, тянется к нему, даже не осознавая этого. Это удивительно, что, как когда-то Анатоль Франц сказал, случай — это псевдоним Бога, когда Бог не хотел оставить свою подпись. И так бывает, что анонимно Бог, присутствуя в жизни людей, приближается к ним. И они приближаются к нему, особенно в эти периоды, в этих ситуациях чрезвычайных испытаний. Может, поэтому Иаков, апостолы убеждают нас не отчаиваться от испытаний, а скорее даже радоваться им, приветствовать их. Потому что по природе, будучи существами заторможенными духовно, медлительными сердцем, как даже Христос сказал об апостолах, мы в обыденной жизни едва ли прикасаемся к вечному. Но вот в искушениях, в тяжёлых обстоятельствах вера, как пишет Иаков, наша, она испытывается, она очищается, она как золото переплавляется и очищается от всех примесей. И наша вера становится зрелой, так что христианин в процессе испытаний достигает совершенства. И другого пути к совершенству нет. Другого пути приближения к Богу нет. Через испытания, через трудности. Люди, не испытавшие трудности, обычно до примитивизма поверхностны. Вы даже не знаете, где-то на чём остановить взгляд, потому что всё скользит по поверхности. Нет глубины. Глубина открывается в долинах смерти. Они открывают источники, проходя долиною тени смертной, говорит автор одного из псалмов. Вот там открываются и источники настоящего искусства. Кстати, сейчас создаётся впечатление, что Украина переживает такой культурный подъём, необычный ренессанс своей культуры, потому что нет напускного. Эти страсти, мордасти вокруг этих романтических любовных отношений, они уступили сейчас, они отошли на задний план. И на первое место вышли мысли, слова и чувства вечности. Мне хотелось на прощание включить песню Леси Тельнюк на слова Ирины Цилык. «Повертайся живым, возвращайся, возвращайся живым». Это песня, это обращение к украинскому солдату. Но в ней есть не просто призыв быть живым, знаете, в теле только вернуться. Быть живым душой, быть очищенным душой, быть изменённым. «Главное, ты возвращайся домой». Я прочитаю перевод из украинского, сделанный Ингой Рудич, просто смысловой перевод. «И снимай, наконец, запыленные берцы, а потом учись жить заново с перепрошитой в сердце верой. Ты, главное, возвращайся, преодолев стон чистого зла и отпусти эту ненависть навсегда среди густой мирной тишины. Ты, главное, возвращайся той дорогой, которая сохранит твою душу и тело. Чёрная земля с расплавленным пахом только дождя, а не крови хотела. Ты, главное, возвращайся к маме. Где-то там за горизонтом тоскуют и дружат домами сидеющие матери, пахнущие нежностью и корвалолом. Ты, главное, возвращайся насовсем и роди, посади, построй, а уже в твоём ребёнке курносом вырастет радость новая и правдивая. Нет, эта война не нужна никому. Да, мы её не простим. А потому побеждай и возвращайся домой. Просто живым возвращайся, и всё тут». Когда я слушал эту песню в первый раз, я сразу вспомнил слова Иисуса Христа в воскресении, который говорил, что наш Бог не Бог мёртвых, а живых. У Бога все живы, все умершие, они живы. Даже если какой-то солдат не возвратится в теле живым, он возвращается домой. Он возвращается в свой небесный дом, к своему небесному Отцу, который всегда ожидает нашего возвращения домой. Возвращайся. Повертайся. Ты, головне, повертайся домой, Врешті снимай в запелюженні берці И вчися на ново жити потом С перепрошитою вірою в сердце. Ты, головне, повертайся, Здолавши чистого зла непрожований стогін И отпускай эту ненависть на завше Посеред мирної тиши густої Ты, головне, повертайся, Ты, головне, повертайся, живи. Ты, головне, повертайся, Ты, головне, повертайся, живи. Ты, головне, повертайся тим шляхом, Что вбереже твою душу і тіло. Чорна земля із розпеченим пахом Тільки дощу, а не крові хотіла. Ты, головне, повертайся до мами, Десь там в севію чи забидно колом. Матері душать і дружать до мами, Що пахнуть ніжністю та корвалом. Ты, головне, повертайся, Ти, головне, повертайся, живи. Ти, головне, повертайся, на зовсім І народих посади споруди. А вже у твоєму дитисько-корлосі Виросте радість плова і правдива. Ні, ця війна не потрібна нікому, Так ми її не пробачимо. Септо перемагай і вертайся додому, Просто живим повертайся і стай тут. Ти, повертайся, Ти, головне, повертайся, Ти, головне, повертайся, живи. Ви слушали программу Петра Новочихова «Нормальная жизнь христианина». Спасибо, що ви були со мною. До свидання. До следующей встречи. І сохрани вас Бог. Ти, повертайся, Ти, головне, повертайся, Ти, головне, повертайся, живи. Ти, повертайся, Ти, головне, повертайся, Ти, головне, повертайся, Уважаємі розрослушар Shirinan! Напоминаєм вам, Що редакція «Русського Радио Сім» не ісця відвідси Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Вы сломались на дороге? Надо перевезти машину? То винговая компания US Express быстро и вовремя окажет вам помощь. Обслуживаем Орегон и Вашингтон, включая Вудбурн, Юджин, Сиэтл, Спокен. Звоните Вениамину 503-901-8760. 503-901-8760. US Express. VR AutoBody and SemiTrack Repair предлагает 503-481-4241. Газета Наши Вести. Это хорошие и полезные вести. Читаем Вести Наши Вести. Зачем ехать в Россию или Мексику для лечения зубов? Аксесс Дентал побьет любые цены. Пломбы от 60 долларов, удаление от 70 долларов, коронка 480 долларов и так далее. Приходите, убедитесь сами. 360-852-2304. Спросите Стефана. 360-852-2304. Аксесс Дентал. Вы еще не знаете, что уже нас любите. Радио Сим. Уважаемые радиослушатели, Радио Сим не несет ответственности за содержание рекламных роликов и передач, которые звучат в эфире. Ты знаешь, так хочется жить. Наслаждаться восходом багряны. Жить, чтобы просто любить. Всех, кто живет с тобой рядом. Ты знаешь, так хочется жить. Просыпаться с тобой на рассвете. Взять и кофе сварить, Пока еще спят все на свете. Ты знаешь, так хочется жить. Жить, как не напишут в газете. Взять и все раздарить. Жить, чтобы помнили дети. Взять и все раздарить. Ты знаешь, так хочется жить. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Самое главное, что я хочу сделать вместе с вами, мои дорогие, это пригласить самого дорогого гостя, который у нас есть. Одно из имен его — это мудрость. Это сам Господь, сам Иисус Христос, сам Творец, Создатель наш, Спаситель, Мессия наш. И очень много-много у него имен. Поэтому, я думаю, что мы сейчас сделаем это в первую очередь. Дорогой Господь, во имя Иисуса Христа, Сына Твоего, я прихожу сейчас к Тебе, Отец Небесный, и хочу, чтобы Ты присутствовал в этой передаче, благословил меня Твоей мудростью, Твоим Духом Святым, благословил всех слушающих, приготовил все сердца, каждое сердце, которое будет слушать Господь, наполни каждого любовью, миром, Господь дорогой, и мудростью Твоей, и благословением Твоим. Пусть эта передача послужит для Твоей славы и для Церкви Твоей, Господь. Я прошу Тебя, Отец мой Небесный, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Окей, мои дорогие друзья, я думаю, что мы сделали самое главное, потому что Господь сказал, что без меня не можете делать ничего, поэтому без него мы не можем делать ничего, и поэтому мы сделали то, что мы должны были сделать. Я думаю, мы сделали это правильно. Окей, мои дорогие друзья, я хочу, я думаю, что все объявления сделала. Хочу еще раз напомнить, что эта передача была, как бы, цель этой передачи для того, чтобы люди посмотрели на ситуацию повторных браков в Свете Библии, посмотрели и подумали. И, может быть, кого-то, кто-то думал о повторном браке, и кто-то пытался, может быть, или пытается разорвать свои семейные отношения. Может быть, слушая эту передачу, люди переосмыслят, пересмотрят, как бы, свои решения. Вот, и попробуют еще-еще раз дать шанс своим половинкам, своим супругам, чтобы эти отношения могли возродиться заново. И другим половинкам может дать, какая ситуация, конечно, ситуация очень разная. Но, возможно, кто-то кому-то даст возможность еще раз, и даст еще раз прощение. И еще раз, как бы, это, ну, чтобы эта семья могла остановиться. Ну, а для тех, кто уже находится в повторных браках, пусть это будет уже, как бы, последний брак, это будет уже, как бы, последний брак. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...